я вас категорически приветствую раз вы меня каждый раз озадачиваете своим приветствием я вот думал ну вот что-то мне надо предпринять прошлый раз я сказал что вот тоже у меня категории есть как бы тоже не лыком шит а тут я решил к этой книге обратиться к этом 3 науки логики учения понять и тут я нашел смотрите вот глава 2 учение понятия тут есть суждение есть суждение на личном бытия есть суждение рефлексы суждение необходимости и суждение понятий суждение необходимости я нашел категорическое суждение то есть я так понял вы уже там где-то на третьем том masses есть мы тут все пытаемся как-то в какие-то начальные категории там начать а вы passport здесь категорическое суждение, ну, вот там премия приводится, «роза красна», это категорическое суждение, вот, а тогда, чтобы значит, я вот продемонстрировал, что я вот не лыкам ширить, я вас, значит, приветствую ассирторические и аподектические. Ассирторическое суждение, оно вот в качестве примера можно взять такое же, вот, дом хорош, то есть, с оценкой уже, не просто, что он там красный, розовый, может, красный это плохо, кому-то красный плохо, кому-то белый хорошо. так что мы такие знаем да мы так и знаем а тут вот идет речь идет о том что дом хорош вот скажем ваш так сказать как бы можно сказать дом хорош а это ассорторическое суждение аподектическое суждение это самое так сказать суждение понятие последняя на букву c это суждение дом так то и так то устроенный но вы его тут устроили вместе с дементьевым все это не организовывали и так далее вот дом так-то устроенный хорош ну как-то достойно получается и вроде как все соответствие но единственно что вы конечно вперед очень сильно ушли мы вынуждены будем двигаться назад даже я запланировала вообще запланировал я продолжить по требованиям трудящихся что давайте это введение бы примеров очень много даете сначала вера нет примеру другой стороны но раз это всеобщие категории то каждая категория относится к чему ко всему все из бытие все и становление все есть наличное бытие поэтому на самом деле желающие то сказать получить пример могут применять его и любую категорию к чему хотите можно к серьезным вещам можно какие-то бытовым но к бытовым вот мы уже об этом говорили что если вы применяете к бытовым ну для этого хватит формальной логики а если вы так сказать вы ходите на широкий простор исторического исследования вот политического исследования культурологического то конечно тогда требуется диалектик которая берет все как живое в борьбе противоположностей в борьбе противоположных тенденций и так далее но учитывая что мы уже там дальше пошли я понял что а можно наоборот пойти вперед то что некоторые презрительно смотрят на вот эти категории 1 бытие и что это это мы так и будем тут болтаться вот где-то в начале бытие ничто становление наличное бытие все ну и снятие давайте-ка мы еще поболтаемся вот на уровне бытия и ничто вот например как маркс и энгельс говорили про свою теорию все наше учение может быть выражено одной фразой уничтожение частной собственности вот какая категория есть ничто превратить частную собственность в ничто вот в чем смысл вот и вся теория а дальше подробности уже ну вы возьмите вот главная теория это плохо почему почему вся теория может быть выражена одной фразой потому что чем проще тем она более всеобщая категория она ко всему относится вот вся теория может быть так изложено только надо понимать правильно. Уничтожение частной собственности, позитивной, не может состоять в уничтожении объектов собственности. Действительно, тут есть завод, давайте его разгромим. Есть машины, давайте их взорвем. Есть лопаты, давайте их выбросим. Нет. Уничтожение собственности. Собственность, собственность, если дать ее определение, Марк сдает такое определение собственности, соотношение субъекта к объективным условиям производства, как к своим. Это сложное такое определение. собственность отношения субъекта, вот у меня стакан есть, здесь стоит, отношение субъекта к объективному условию производства. Как бы вот у нас, если считать, что это, ну не совсем у нас производство, конечно, духовное больше, но это вот как бы условия производства. Я отношусь к нему. Это что, моё отношение к стакану? Моё отношение к стакану? По-разному могут понять и будут спрашивать, а что налита? Постоянно спрашивают. А самое, вот постоянно, а вы никак не отвечаете. А там и не будет. Говорю, вода. А самое интересное, не верят, конечно. А кто, почему такие получаются, разве топросы? С воды, разве могут получиться, разве топросы хорошие? Так вот, самая соль этого определения, собственно, соотношения субъекта к объективному производству, как к своим. Вот где соль-то, как к своим. Дело не в стакане, а дело в том, в моём отношении к другим людям. Чтобы это было моё, надо, чтобы все признали, что это моё, а никто не признает. Все скажут, так это вот, Дмитрий Юрьевич, мой стакан. Да, ваш стакан. А то, что я могу сказать, мой стакан, да он не ваш, он просто около вас стоит. Ну, можете попить, пожалуйста. Вы вроде как дали мне попить, попользоваться. Но я хоть этим воспользуюсь. Это называется присвоение, превращение в процесс своей жизнедеятельности. Пью-то я, так что стакан-то ваш, а пью-то я, вода-то ваша, а пью-то я. Поэтому хорошее у вас место. А ещё у вас такое более ценное, есть что-нибудь такое, чтобы можно было потреблять тут же, сразу? В качестве примера? Нет. Только если еда, ну, еда есть, конечно, да. Кофе? Нет, это малоценное, надо что-нибудь. Сало? Вот, сало, да, сало пойдёт. Смотрите, как получается. Уничтожение частной собственности. А что означает эта фраза? Означает, что вот если общественная собственность будет, тогда общество относится к средствам производства, как к своим. То есть, всё должно подчиняться интересам общества. А кто этим непосредственно ведает? Кто распоряжается? Кто пользуется? Кто, так сказать, приводит в движение эти средства производства? Это не суть важна. Важно, в чьих интересах это делается. Если это делается в интересах общества, то это значит, что это общественная собственность. Это общественная собственность. И, следовательно, это уничтожение частной собственности. Этого не понимают. Собственно, вот вся и теория. Ну, дальше подробности надо. А можно, если без подробностей, всё наше учение сводится к одной фразе. Уничтожение частной собственности. Какую категорию употребления? Ничто. Первое было категория бытие, чистое бытие. Потом чистое ничто, и потом уже они нечистые, потому что одно в другое переходит. Они этими переходами опосредственны, поэтому и бытие, и ничто мы говорим. Это, кстати, вот, извините, переведу, несколько отвлекаясь в сторону. Я очень люблю слушать, как рассказывают о проклятых русских большевиках, которые выдумали непонятно что. Выдумал всё, в кавычках, выдумал. Карл Маркс, представитель древней европейской культуры. Он выдумал, это он как европеец. И это продукт европейской мысли, которую воплощали в жизнь в России. А в России говорили, нет, это нам не подходит. Некоторые, а Ленин говорил, подходит. И это он разобрал в своей книге развитие капитализма в России, которую написал в будущей всылке. Потом он дворянин был, эти условия у него были лучше, чем у других ссыльных. Он писал книгу такой толщины, третий том, полное собрание сочинений. И из этой книги ясно, как в России возник капитализм. У Маркса такого нету произведения, которое показывает, как из мелкого товарного хозяйства растает капитализм. Исторической такой книги нету. На материале какой-нибудь страны. У него есть, на материале Англии, показано там огородили, выгнали людей, заменили овцами, и началось капиталистическое производство. Но это можно сделать только потому, что есть Россия, есть Франция, есть Германия, в которых производятся материальные продукты для того, чтобы кормить тех. Кстати, тоже интересный момент. Почему-то никто про это никогда не рассказывает. Как-то что, огородили, а людей-то куда дели? А всё, выгнали их. Они медленно приняли закон о бродяжничестве, что каждого бродягу можно немедленно повесить. Да, они и сами вымирали, эти бродяги. И что, то есть это было становление капитализма. Это становление. Дело хорошее. Ну вот гулаги – это плохо, а озараживание – это не хорошо. А при становлении капитализма ещё, граждане англичане, культурные эти люди, которые начали этот весь процесс, организовывали работорговлю, вылавливали людей в Африке, и продавали их, ну, знаете, группировали их в специальных лагерях на берегу, и потом везли в Америку туда и продавали. С вашего позволения, я бы даже уточнил, у них был так называемый «золотой треугольник». Когда капиталистические мануфактуры в Великобритании делали лопаты, бусы, зеркала, ножи, они везли их и продавали в Африку, ну, то есть бартером, то есть обменом на живой товар. Продавали негров, грузили на корабли. Продавали вождям племён, а те вожди племён за это им давали людей. Больше вам скажу. Люди, они прибрежным вождям племён, а прибрежные племена шли вглубь Африки, ловили там негров непричастных и продавали их на берегу в Рапту. Они до сих пор, эти негры, очень сильно враждуют. Они помнят, кто кого ловил и кто куда продавал. Копленных негров грузили на корабли. Там была, кстати, чудовищная смертность среди английских моряков, потому что комар малярийный и всякое такое, забравшийся в воду в трюме, кусал этих самых моряков. И смертность была очень высокая. Они их везли через океан. Там вот рассказывают всё время, как их там били и убивали. Это не совсем правда. Бывали бунты, но негров надо было привезти в живых, потому что деньги платили... Они всех не привозили живых. Поумирало очень много. И в общем... Тогда же, кстати, придумали вентиляторы для того, чтобы вентилировать трюмы, в которых лежали сколые негры. Чтобы не все умирали. И вот привозили их на острова. Ну, в Карибское море привозили на острова продавали. Там... Ну, это раз плечо, два плечо. Да. Продавали там. Продав негров в рабство на островах, они там покупали либо патоку, либо ром. И везли это в Великобританию. То есть, получается, три конца. Это называлось золотой треугольник. Это было так круто, так круто. Это по негарам источникам. Это не только по негам, но и по людям. Порядка ста миллионов погибло. Тем самым при всех этих... Четырнадцать. Даже нынешние негры считают, которые озабочены этим вопросом, порядка четырнадцати вроде. Ну, я вот такую цифру встречал, что около ста миллионов. В итоге погибло. От голода, от... Умерли они, их поубивали, когда их сгоняли, гнали еще туда. Там не сосчитать никак. Ну, вот... Нельзя уподобляться Александру Висовичу. По-разному считается. Я вот видел такие цифры в литературе. Ну, пусть это... Я думаю, что надо это читать и пересчитывать. Но это как-то не является предметом интереса. Давайте изучим. А рабовладение вообще отвлекает в сторону? Оно серьезный вообще экономический толчок? Да, это очень серьезный. Благодаря этому быстро развивалась Англия. И поэтому она могла заняться Индией, превратить ее в свою колонию. Я потом уже выкачивал уже, так сказать, товары из Индии. Пускай Индия делает, так сказать, то, что нужно для заготовок промышленных. То есть, английской. А туда, значит, уже из Англии какие-то товары отправлялись в Индию. И тем самым убивали индийское производство. В том числе текстильное и так далее. И долго-долго Индия была колонией Англии. Поэтому, когда говорят про богатую культурную Англию, у нее богатство и культура построено на уничтожение и принижение богатства и культуры Индии. Между прочим. Индия только сейчас вот она начинает снова вырастать, как крупнейшая вообще мировая держава, там миллиард 200 миллионов человек. Ну, про такие вещи почему-то никто никогда не вспоминает. Это всегда интересно. Почему же вы так? То есть, вы вот тут полтысячи лет грабили всю планету и с этого хорошо живете. Почему? Это же объективная реальность. Что же вы так? Расскажите, как дело было. Откуда появляется благосостояние. А из этого лично мне все время интересно. А вот, а если нет колоний? Если, например, у России нет своей условной Индии, которую мы можем грабить и с этого наживаться? У нас окраины были. У нас не так. У нас окраины жили лучше, чем центр. Вот если нет колоний, которые можно грабить, можно ли развить как-то? Конечно, можно. Надо грабить пролетариат, рабочий класс. У нас было 14-16 часов в конце 19 века, рабочий день. Потом после тачки Морозовской стало 11 с половиной. 11 с половиной. После февральской революции в явочном порядке стали некоторые рабочие предприятия устанавливать 8-часовой рабочий день. Но не смогли, потому что Временное правительство занималось другим. Как погнать на войну? И оно вовсе не поддерживало этих изменений. Поэтому оно вообще ничего не сделало для народа хорошего. А тут недавно объявили, что вот нам вводят теперь новый праздник, день февральской революции, которая на самом-то деле и была самой главной. Для них она и была, я не спорю. Для тех, кто продолжает эту линию паразитов, она, конечно, самое главное. Я не спорю. Совершенно понятно. 16 часов рабочий день. Вот я как ударник капиталистического труда, я как раз работаю по 16 часов. Видите, как хорошо вам? Замечу, когда я работал на заводе, вот как-то это гораздо лучше, когда ты 8 часов работаешь, а потом ты еще 8 часов свободен. Ну вот 8-часовой рабочий день был установлен государством, только советским. И установлен одним из первых декретов. Ну а теперь вот стоит другая задача, о чем мы уже говорили, о переходе к 6-часовому рабочему дню, потому что 100 лет прошло. Колоссальные прибавочные стоимости. И вроде бы простая задача была, даже при социализме. Вы не надо уменьшать количество рабочих и крестьян. Не надо уменьшать ни на одного. У вас выросла производительность труда? Сократите рабочие деньги. Еще выросла? Еще сократите. Еще выросла? Может быть, 4 часа уже работали бы. Нет. Мы давайте, значит, новые столы, новых недовольных зарплатами плодим, и эти недовольные потом, значит, эту власть, давайте мы ее сковырнем, дескать. Зачем этот рабочий, темный, он там ничего не читает, он не знает, а он только работает, работает и работает. Ну вот, короче говоря, это мы уже начали содержание тезиса о том, что все учение Маркса Энгельса сводит, можно выразить одной фразой. Уничтожение частной собственности. Но позитивное уничтожение, может, только созидательное. Только в том, что... А вы создаете систему общественную, это сложно сделать. Вот тогда это будет уничтожение частной собственности. Если будете ходить с пистолетами, с автоматами и мешать производству, развивать, это не дело. Поэтому вот при Ленине, как ставился вопрос, вот мы и национализировали крупнейшие предприятия, начинаем делать план ГОДРО, начинаем научно-технический прогресс, осуществлять Академию наук, подключаем, а эти пускай частные предприятия, работают, сколько могут, троих можете нанимать, рабочих, пожалуйста, будьте капиталистом, больше трех нельзя. Ну, три, пожалуйста. И, так сказать, хозяйствуйте, пожалуйста. А что касается, поэтому, скажем, личные подсобные хозяйства, никогда, пока умное было руководство, никогда не запрещались. Это при Хрущеве же отменили, личные подсобные хозяйства. У меня дядя вот был, он, кстати, был военнопленным в войну, и где сказки рассказывают, что прямо они его преследовали. Не знаю. Он каталем работал на кирпичном заводе, них кто-то не преследовал. Вот. На тачках кирпичи возил баржи. Здоровый такой. Мой отец поднять не мог, даже вообще эту штуку. У него было пять детей, у него там то, у него свиньи, то, у него коровы. Ну, там был, естественно, пастух. Они этим занимались, кормились, как могли, утки там, куры и так далее. Но они же работали на заводе, а это было, так сказать, именно подсобное. Подсобляли. Себе подсобляли. И не надо, не ходили они покупать это мясо в магазине, нам еще и сало давали. Ну, я больше вам скажу. Я когда в советской армии служил в начале 80-х, то все люди из деревень, в армии много было, крестьянских детей. Они все хором говорили, мы в магазине только сахар и соль покупаем, которые нельзя не вырастить, а все остальное свое. То есть, в чем смысл-то был становление коммунизма, мы говорили, а в том, что развивается крупное производство, то, что делается государством дешевле и лучше, ну, это перестают производить частники. Но что-нибудь будет произойти, они разоряются, и все. И никто НЭП не закрывал. Никаких таких решений, закрытия НЭПа не было. Просто НЭП, он изжил себя. Вот построили коммунизм, первую фазу, все, и попогас. Вот. И коммунизм тем самым, тем самым. А на другой он не может быть, первая фаза, она с родимыми пятнами капитализма, с этим нужно долго бороться, для этого нужно государство. Ну, если умные люди понимали, что нужно государству, они это государство использовали для борьбы с теми, кто мешает этому прогрессивному движению. Ну, а тот же самый Хрущев взял это дело, отменил и сказал, что все, государство вообще на ровное. А это глупость, то есть безграмотность и глупость. Я в жизни не слышал ни одного доброго слова про Хрущева, вообще ни от кого. А что вы? Кроме вот людей этих, которые там... А фильм не смотрели наш Никита Сергеевич? Шестидесятники. Фильм не смотрели наш Никита Сергеевич, а я смотрел такой фильм в кинотеатре «Глобус» в парке Победы. Так. Да, какой у нас хороший был Никита Сергеевич. Ну, это официоз. И это вот называлось «Оттепелью», хотя другие люди серьезные говорят, это была слякоть, а не «Оттепель». Возвращаемся. Вот одна фраза, вот вам категория «Ничто». Очень важная категория. Всего одной фразы может уничтожение частное и собственное. Превращение ее в ничто. Никак вы не превратите в ничто, не создав более высокую форму собственности общественно. Второе. Вот сейчас я вам вопрос на засыпку предложу. Вот социализм – это классовое общество или бесклассовое общество? Классовое, конечно. А вот потому я сквозь предупредил, что на засыпку. Значит, социализм – это есть, что такая формация какая-нибудь или способ? Нет. Социализм – это коммунизм в первой фазе. Коммунизм – какое общество? Бесклассовое. Бесклассовое. А молодой коммунизм? Что, классовое? Считаю, что да. Как это молодой коммунизм? А что, значит, молодой человек – это не человек, а лягушка, что ли? Как? Я не понимаю. Рабочие. Значит, у вас получают. А с чего вы решили, что это классы? Если раньше они были классами. Раньше были. А раньше были. Так у вас коммунизм уже. Вы же согласны, что социализм – это коммунизм в первой фазе? Естественно. Ну, если это коммунизм. Коммунизм. Ну, еще с родимыми пятнами. Так все-таки молодой коммунизм – это коммунизм или нет? Коммунизм. Молодое без класса общество без класса общества или нет? Классовое. Ну, как-то так вот. Ну, как вот. Это классовое. Иосиф Виссарионович говорил, что классовая борьба будет только обостряться между кем и кем. А не говорил он такого. А не говорил. А вот не говорил. У меня был такой эпизод, когда я преподавал, вдруг встает один товарищ, студент, и говорит, Михаил Васильевич, а вот Сталин говорил, что классовая борьба будет обостряться. Я говорю, что это вы взяли, где? А это я прочитал в учебнике. В каком таком учебнике? А вот учебники. Думаю, против учебника. Не попроешь, да. Возьмите в библиотеку и несите этот учебник. Пошел с читательским билетом. Приходит. Я открываю учебник. Сталин, значит, выступил на февральском, мартовском пленуме 37-го года и сказал, что вот классовая борьба постоянно обостряется. Ну, что делать? Я пошел. Хорошо, говорю. Я через недельку вам это все растолкую. Я пошел, тем более, рядом с нами, с университетом, находится библиотека Академии наук. Пошел в библиотеку Академии наук. Я там работал. Вот. И там, помните, там был какой зал? Газетный зал. Там можно было любую газету взять, любую. А его сожгли. Кто-то положил эти. Хранилище сожгли, не зажгли. И вот я иду, значит, и нахожу брошюрку февральско-мартовский пленум. Что там говорится? Что при завершении социалистического строительства вот те силы, которые рассчитывали, что у них все равно не получится у этих большевиков, у тех. Поэтому они все надеялись, не надо сейчас бороться с большевиками, вообще с коммунистами, пусть они делают, мы им даже помогать должны сами. И на этом все это и само это лопнет. А тут они поняли, что все заканчивается, что закрывается сама возможность выступить вообще против коммунистов, против большевиков. И поэтому при завершении социалистического строительства класс и борьба обостряются. При завершении они постоянно обостряются, потому что с развитием социализма она только ослабляется, ослабляется. И к этому классу и борьба при социализме. Это не борьба, а классы против класса. Нет. А что, робочий класс с крестьянами боролся? Или с интеллигенцией, что ли? Нет. А с чем он боролся? А с наличием классов. А как он боролся? Что у нас без класса общества, в котором классы еще не уничтожены, и надо полностью их уничтожить. Или это вот такой же класс общества, как при капитализме. Еще нужно как бы заново революцию, что ли, сделать? При переходе от классового к бесклассового революция нужна. У вас что, хотите от социализма к коммунизму революцию? То есть, это вот сложная проблема, я согласен. Я почему сказал на засыпку? Потому что это трудно, так сказать, сначала воспринять и думать наоборот. Надо тут классовую позицию не потерять. Как Ленин ее, который изучал наукологии, он хитро очень написал социально. Написал в известной всем работе «Великий почин». Она такая маленькая и посвящена субботникам коммунистическим, что вообще-то люди не замечают, что там определение классов есть, что классы, большие группы людей, отличающиеся по положению в производстве. И пять признаков, что по роли в общественной организации труда, по отношению к средствам производства, так, дальше, по месту в исторической определенной системе общественного производства, по размерам и способам получения, то есть, доли общественного богатства, которое они располагают. И вот, когда он это определил, он сформулил, что такое социализм. Если бы он написал «Социализм без класса общества», оно получилось, что оно едино с капитализмом и не едино с коммунизмом. Он написал «Социализм есть уничтожение классов». Вот формула диалектическая, противоречивая. «Социализм есть уничтожение классов». Почему? Потому что социализм это коммунизм, это низшая фаза бесклассового общества. И эта фаза имеет это противоречие. Она бесклассовая по своей природе, раз это коммунизм. А классы ещё полностью уничтожены. Она, значит, стремится эти классы уничтожить. А классы стремятся, вот в том виде, в каким они ещё остались, они стремятся вернуться в прежнее положение, и идёт возвратное классообразование. Вот противоположные тенденции. Но если социализм есть уничтожение классов, вот такая формула у Ленина применена. Значит, социализмы классы и деления на классы противоположны. Противоположности. Поэтому, либо социализм победит это деление на классы, либо деление на классы вернётся и победит социализм. Что и произошло. Поэтому, социализм есть первая фаза бесклассового общества, в которой классы ещё полностью не уничтожены. И прямо у Ленина сказано, что мы уже первую задачу решили, эксплуататорские классы уничтожены. Так, а вот задачу полного преодоления деления общества на классы, превращения их в ничто, и опять слово уничтожение, классов. Обращаю внимание. Какая-то категория. Вторая категория из науки и логики. Вторая. Самое начало. Вот я хотел сегодня дальше пойти. Думаю, давайте-ка мы вернёмся к началу. Потому что самые крупные теоретические выражения или достижения, они связаны вот с этими крупными категориями. Это она кажется такой простой. Она в силу своей простоты самая всеобъемлющая категория. Потому что в социализме есть уничтожение классов. Превращение, деление на классы в ничто. А что значит превращение на классы в ничто? Что делать? Как уничтожать классы? Какие классы уничтожать? С винтовкой ходить? С автоматом? С чем? Как уничтожать? С косой? Так уничтожить классы, это значит преодолеть различия между городом и деревней. Колоссальные. Они и были, и при социализме огромные различия. Я помню, что мы приезжали с отцом и с матерью в деревню, где я родился, и привозили туда белую булку, которую там они не видели. А чёрный хлеб они сами пекли. И различия колоссальные. И в смысле культурных возможностей. И сейчас это различие. Посмотрите, что делается в деревне. Это было и в советское время. Так сказать, что в советское время не было различия между городом и ерунда. И вот как раз вместо того, чтобы их преодолевать, значит, некоторые граждане, в том числе из Академии наук, говорили о том, что давайте объявим некоторые деревни неперспективные. Ваши деревни, где живете, неперспективные. Школы у вас не будет, больницы у вас или даже медпункта не будет. И как хотите, так и живите. Нет у вас, а вы ещё есть. Ну, долго не протянете там, у старички, когда-нибудь они всё-таки закончат свою жизнь. И это же было вот объявлено прямо идеологически. Заславская была такая, Татьяна Ивановна. Это её был главный тезис преодолеть. Объявить неперспективные деревни. Всё. Сгонять людей в города и так далее. Раз. Это первая задача. Вторая. Преодолеть различия между людьми физического и людьми умственного труда. Но между трудом нельзя преодолеть различия. Я делаю материальные блага, а вы духовные. Как можно между видами труда различия преодолеть? Никак нельзя, потому что материя – это одно, а идея – это другое. Это отражение этой самой материи. Поэтому никак вы не преодолеете различия между материей и её отражением в сознании людей. А вот между людьми элементарно можно преодолеть. То есть, если я буду работать четыре часа в материальном производстве, а пять часов играть на скрипке, кто я? Затрудняюсь. Скрипач я, однако. Ну, я пять часов играю на скрипке, а работу я, как говорил этот Энгельс, никто не должен перекладывать свою долю производительного труда на плечи других. Пусть вот два часа он поработает в материальном производстве и дальше занимается, чем хочет. Программы пишет, книжки пишет, передачи, фильмы создаёт, о чём хочет и так далее. Но для этого надо материальную основу существования всего человечества обеспечить. А почему одни должны только создавать материальную основу, а другие, как в период рабовладения, они могут заниматься науками, искусствами и так далее. Так и было при рабовладении. И это вот все остатки ещё первого деления на классы, на рабов и рабовладельцев, они ещё присутствуют при социализме. Поэтому это первая фаза бесклассового общества, в которой классы ещё не уничтожены, а социализм есть уничтожение классов. Скажите, пожалуйста, уважаемые, так сказать, зрители и слушатели, здесь я какую категорию употребил диалектичку? Ничто. Социализм есть уничтожение классов. Но и другое дело, надо понимать, что уничтожение классов позитивное может быть только в одном, в развитии производительных сил, и в том, чтобы преодолевать вот это разделение между людьми физическими, людьми умственного труда и между городом и деревней. Ну, вот хорошая же категория – ничто. Хорошая. Только я хотел пойти дальше, думаю, а как же мы эти оставим? Потому что вы уже в третьем уже томе с категорическим осуждением. А мы тут всё топчемся, топчемся. Как-то надо упрочить, так сказать, нашу позицию, чтобы дальше двинуться хоть медленно, но вперёд. Или быстро, но непонятно куда. И вот теперь после этого упрочения, и после того, как совершенно понятно стали, что уничтожение классов есть дождейственно созданию бытия коммунистического общества в полном виде. И полностью уничтожить, и будет полный коммунизм. А если не полный коммунизм? Ну, если не полный коммунизм, дураки будут говорить о развитом социализме, какой он развитой, может быть. Когда его не развитость, это его характеристика. Вот. То есть, родимые пятна, так и надо понимать. Без класса общества, а класса ещё не полностью уничтожены. Значит, умные люди живут, но и идиотов много. А сейчас, может, ещё больше стало, потому что то родимые пятна были, а сейчас они не родимые, а прямо родные уже. Столько идиотов, и они причём на разных постах очень важных сидят. Поэтому чего только не бывает. А есть ещё такое понятие, как вот Маркс говорил, как профессиональный идиотизм надо преодолеть. Вот человек очень в своей области, на передовых позициях всё знает прекрасно, отлично всё. Шаг в сторону. Ну, просто какие-то он улавливает всякую ерунду, которую ему готовят и приносят, там, в печати, в средствах массовой информации, и он это разносит. Думает, что если я профессор, то я в этой области, в соседней, тоже профессор. Ты в соседней области обыватель. И он, получается, вот профессиональный идиот. То есть, это не значит, что он плохой профессионал. Прекрасный профессионал. Тут один плюс только, плюс-плюс-плюс. А во всех остальных областях, поэтому преодолеть разделение труда ещё и в том, чтобы ты хоть, ну, да идиотизм это не доводил в свою позицию. Вот самое лучшее средство науколойки. Чтобы тебя не сбили, ну, хоть в крупных таких вопросах, всеобщих, не делать ошибок. Потому что это иначе, вот, иначе ты будешь делать самые крупные ошибки. Потому что философия только всеобщим и занимается, которая есть во всём. Ну, а детали до деталей не дойти, невозможно. Всё же не изучишь. Поэтому некоторые считают, что, дескать, и так тяжело, а мы изучаем науколойки. Но это единственный способ не оказаться в положении идиота, который вот дурачит. Люди, которые сидят на всяких разных там идеологических, политических и других постах. Ну, какой другой способ? Ну, конечно, есть к этому подспорье. Или есть Маркса и Энгельса работа, есть Ленина. Но если Ленин говорил, что, ну, нельзя вполне понять капитала. Вполне. Понять можно. Но вполне вы не можете понять, не простудируя всей логики Гегеля. Ну, и кто простудировал? Какой партийный руководитель или хозяйственный, или государственный после Ленина? Никто. Ленина один человек. Сейчас уже у нас много людей занимается. Есть кружки у нас. На Новосибирске создали кружок. Студенты изучают науколойки. Тем более, что если вы сами не изучаете, скажем, я бы не рекомендовал где-то обязываться читать. Ну, как можно обязать такие глубокие вещи, серьёзные изучать? Это невозможно. Если человек хочет, пусть изучает. Не хочешь, не изучай. Тебя и будут все обманывать. И будешь как в положении дурачка. А по крайней мере человек, который ты изучил, в положении дурачка не будет. Никак уже не будет, потому что уж он знает, как это, что из чего выводится. Уж если он может отличить бытие от небытия. Хотя это даже вот в таких вещах. Даже вот мы провели такой эксперимент. Социализм. Конечно, это бесклассовое общество в первой своей фазе. То есть, бесклассовое общество, в котором классы, ещё у него ничего. А как ещё родимые пятна понимать? Вот вы человек хороший, но есть недостатки. Я надеюсь, что я со своими недостатками постараюсь быть хорошим. Но я же не могу сказать, что у меня нет недостатков. Тогда я буду выглядеть идиотом, если я скажу, что недостатков у меня нет. Не просто нескромным, а ещё идиотом. Потому что таких нет. Людей, у которых бы не было в их поступках, а не только в голове, и только в мыслях, отрицания их сущности, их природы. Ну вот ещё вот интересное получилось в самом начале. Значит, мы рассматривали сначала чистое бытие. А чистое бытие, чего его рассматриваешь? Только начинаешь рассматривать, оно переходит в ничто. Потому что нечего рассматривать. И вот оно появилось, ничто. Начинаем ничто рассматривать. Как я, раз я его рассматриваю, значит, оно есть хоть в нашем разговоре. А где, это второй вопрос. Есть оно, ничто. Вот я спросил своего товарища сегодня, как дела? Он говорит, ничего. Интересно. Хорошо. А если ещё его... Ну, а как всё-таки? Он говорит, ничего себе. То есть, это ничего, оно прекрасно превращается вот прямо в языке, тут же в бытие. Очень всё зыбко. Не зыбко, а всё очень переходит одно в другое. Всё, переходит. Постоянный переход. Бытие в ничто, ничто в бытие. Это не зыбко. А как вы себе противоречия хотите? Как вы хотите осознать противоречия, если вы хотите вот одна сторона, вот другая сторона, вот переход между ними, и тут стакан. Ну, как вы его собираетесь понять? Вот только в постоянном движении, в постоянной борьбе между... Я развернусь уже к однажды высказанному тезису, что любая наука, на мой малограмотный взгляд, она должна обладать и обладает специальной терминологией. И в рамках этой науки вот данные понятия обозначают вот это и ничего другого. Вот у нас в этой науке... А обыденная речь, она вообще не такая, обыденная речь, она вот... Как дела? Ничего. Ну, это ж немыслимо, это как-то квалифицировать, нет? Ага. А вот Гегель настаивает на том, что никаких специальных, особенных понятий не надо, потому что все понятия, которые выработаны человечеством, они прошли обкатку и обработку в течение тысячелетий. Может, он про что-то другое говорил? Нет, тысячелетия – это раз. И если оно сохранилось в языке, то оно абстракция от чего? И он миллиардов раз уже повторен. Миллиарды раз. Каждое понятие. Но из всех понятий выбираются категории, важнейшие, ключевые понятия. И вот, чтобы ответить на ваш вопрос в соответствии с вашим запросом, вы берете оглавление к науке логики и смотрите, какие категории здесь рассмотрены. Категории. Не все понятия здесь рассмотрены. Это в языке, это можно как угодно говорить, но здесь есть ничество. Вот поехали. Бытие. Сейчас я перечисляю. Бытие – очень важное понятие. Вам важно, что вы есть или вас нет? Конечно. Что тут нужно еще? Какие еще обозначения? Или вы есть, или вы нет? Или я есть, или меня нет? Или вас сейчас здесь нет? А там вы есть. То есть важная очень категория. У вас есть деньги или нет? Немножко. У вас жизнь есть или нет? Жена есть или нет? Как? Это очень важно все. То есть первый вопрос. Обытии. Быть или не быть. Даже в искусстве это, в литературе все закрепилось. Как же? Это важнейший вопрос. Потом, что значит нет? Это переход в ничто. Был человек, создал, и вот он вложил, продвинул человечество вперед. И Маркс и Энгельс говорили, что люди приходят в мир, который создан прежними людьми, продвигают, получают от них производительные силы, развивают за время своей жизни, в том числе и в духовной области. И уходит из этого мира. А человечество бесконечно и вечно и продолжается этот процесс. Поэтому вот все эти категории, которые берутся, скажем, бытие и ничто, это отражает. Следующая категория. Значит, бытие переходит на ничто. Ничто бытие. Зыбко в том смысле, что вы не можете... Я согласен с вами. Очень жидко. Если я возьму бытие, он стакан-то стареет. Жизнь наша коротка. Ну, кому-то она кажется длинной, а с возрастом она кажется все короче. Короче говоря, нет такого бытия, которое бы не переходило в ничто. Согласны? Вот мы употребляли такое понятие, как прихождение, все приходящее. Переход бытия в ничто. Можно это переформулировать. Вот это вот некоторая уже логическая операция. Давайте напишем место прихождения, напишем, бытие, запятая, переходящее в ничто. Никакого другого бытия. Вот это уже философия говорит. Раз все, вот как вы говорите, зыбко, зыбко все. Никакого другого бытия. Вот был этот дом, был тут, значит, завод, а прихождение прошло, и нет этого завода и так далее. То есть, бытие, переходящее в ничто. Вот сначала было чистое бытие, это была абстракция. Нет никакого чистое. То есть, чистое бытие вы можете один раз взять, то же самое, что ничто, как мы и обнаружили. А вот реальное бытие, это бытие, переходящее в ничто. А ничто? Да нет, ничто, переходящее в бытие, это возникновение. Становление, единство, возникновение и прихождение. А возникновение, это ничто, переходящее в бытие. Можете найти пример ничто, которое не переходило бы в бытие не найдете не найдете никакого примера такого ничто который бы вот ничто ибо она бы не переходила в бытие вот скажем люди спрашивают а так что было до меня пока я не родился у меня внучка спрашивает а где я была когда я была когда меня не было вот было не что вот есть бытие ничто переходящего бытие рождения в чем состоит ничто переходит бытие такого ничто которое бы не переходил бытие вообще не бывает начало передачи переходит в передачу а если она не переходит вообще передачи нет как может быть передача если не было начала вот было не что переходящего бытие и поэтому и получилось вот когда уже мы анализируем вот то что люди используют не обдумывая они не обдумывает формы своей мысли. А формы своей мысли и в языке содержатся. Но мы берем не все категории, не все понятия, а берем основные, ключевые. Вот они называются категориями. И почему называется наука логики? Вот, если я много знаю, Дмитрий Юрьевич, кто я? Грудит. Образованный человек. Можно так сказать. А еще могу сказать, если я много знаю, я знаете кто? Знахарь. Ну, я знаю. И это, и это, и это, и это. И причем то, что я знаю, можете проверить. Так оно и есть. Вот это вот, травку, вот это от желудка. Это от головной боли. А это не надо вообще. Потому что у вас будет что-то такое. Грибочка, я тебя не ешьте. То есть, я знахарь. А чем отличается ученый от знахаря? Этот знает, а этот тоже знает. Так может, знали, что знахарь больше знает, чем он вообще. Видимо, знахарь-то некий, только самоучка или преемник знаний какого-нибудь одного персонажа. Ну, считайте, считайте, что я знахарь, потому что я вот науку и логике самоучка изучал. И чем? А чем отличается тем, что вот ученый, этот человек науки, а наука что такое? Вот давайте это слово. Это слово, пока мы его не обдумали. А когда мы его обдумали и взяли его точное определение, вот я вам хочу сказать, что такое наука. У Гегеля это все расписано. Другое дело, что он вот не делает так. Я вот, когда писал книжку для понимания этой науки и логики, социальный диалектик, я везде, меня товарищ попросил, который вычитывал у меня ошибки. Сказал Сергей Михайлович Шульженко. Пожалуйста, говорит, Михаил Иванович, вы укажите нам, давайте жирным курсивом или чем-нибудь все определения. И я все определения, какие знал, я их выписывал и черным, жирным курсивом давал. А тут этого нету, ну, надо вычитывать их, выкусывать. Вот, например, что такое наука? Наука – это система знаний. Не просто знания. Я вот узнал, хотя никакой системы знаний нет. Вот я это из опыта знаю, 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 знаю. Никакой системы нету. А что такое система? Тоже люди не знают. Не задумывались над тем, что такое система. Говорят, надо создать систему. А вы знаете, что такое система? Вот я вам скажу, что такое система. Система, ну, тем более, диалектическая система, всегда имеет начало и результат. И вот она представляет собой движение от простого к сложному. И вот в этом движении от простого к сложному идет движение от начала к результату. Здесь, кстати, результат какой? Абсолютная идея. Вот тот, кто любит романы читать с конца, особенно детективный, открывайте третий том «Науки и лойки», и там вы увидите, что последняя категория абсолютная идея. Очень простая, самое легкое чтение. В отличие от того, с чего мы начинаем, это только кажется, что начало такое простое, сложное. А здесь говорится о том, что есть идея теоретическая, идея познания мира, и идея практическая, его преобразование. А вот практическая выше, чем теоретическая. Потому что если я хочу что-то преобразовать, я должен его познать, а после того, как его познать, еще его и развить. Поэтому практическая выше, чем теоретической вот он даже говорит что плуг почтение зерна который добывается с помощью плова потому что с помощью этого плуга можно все время это зерно добывать и вот и единство этих двух идей с абсолютная идея это он начинается такой пустой идеи как бытие то он заканчивает абсолютной идеей которая состоит в преобразовании мира человеком другое дело что у него это трактуется идеалистически что-то идея таскать она она с ее начинается а маркс энгельс они просто лишние отбрали отбросили как вот чехов советовал вы написали рассказ уберите начало конец и можете печатать вот есть значит у и другие грязь идея она превращалась в материю в бытие помните как тезис материализма быть бытие определяется на бытие первично сознание вторично вот потом бытие развелось до человека человек познал материю и тем самым познал идею то есть идея пришла к самой себе вот она начала до конца а тут если вы уберете идея здесь и здесь будет материя тем более начинается наукологии с бытия а вовсе не с идеей эта идея это разговоры всякие предисловиях в других книжках вот почему эта книга те книжки постареют она это вот книга не постареет так что это вот это то что принадлежит следующим векам как скажем у нас формально логика на все на на все века жизни всего человечества так и диалектического это другой это открытие новой науки и вот материализм состоит почему именно в том что материя развивается до человека человек поднал материю матери пришлось самой себе короче скажем математики называется это более рациональное решение отбросить начало и конец и все поэтому кто сохранил диалектику маркс энгельс и ленин они сохранили ну сохранили так ну давайте хоть изучим что нам богатство сохранили вот так вот наука эта система знаний а начало что такое вот вот вы хоть говорите что слова подумаешь слова а вот вы не скажете что такое начало я не про то что подумаешь слова я про то что нету жестко определенные жестко определенное начало это не развитие результаты жесткие вот смотрите вам не нравится такое определение определение хорошие хорошие а результат знаете что это развернуто начало. Вот это соотносительное понятие, потому что верх – это не низ, а низ – это не верх. Потому что если я говорю сын, значит, я подразумеваю отца, ну, или мать. Если я говорю отец, я подразумеваю детей. Если я говорю вам жена, то я подразумеваю, что у него муж есть. То есть, это вот, как бы, это называл бы Гегель рефлексия, отражение. То есть, кажется, что вы говорите о жене, так подразумевается же муж. А как это? Это жена того. Ну, так вот тот. Так давайте с этим разберёмся. То есть, вот Гегель берёт не всякие слова, а берёт ключевые, которые входят в научную систему. Какие входят? Это вы можете очень просто сделать. Вы берёте, открываете оглавление науки и логики, и там можете пересчитать и номера поставить. Вот все вот эти категории, они определены. Чем они определены? Движением к ним. Потому что всякая категория, это цепочка категорий, которая к ней ведёт. Не так, что вот как в математике, раз, а я определил я треугольник, фигура и так далее. Нет. Вам надо рассказать, что такое наличное бытие? Рассказываю. Берём чистое бытие. И тын-тын-тын-тын, дошли. Потом вам рассказать, что такое сущность? Берём чистое бытие, и через учение о бытии доходим до сущности, и там вот рассказываю. То есть, это вся цепочка. И чем дальше, чем сложнее категория, чем длиннее цепочка. Вот в чём сложность. Что вам нужно, ну, это не надо запоминать, это может трудно запомнить, но надо понимать, что вот движение этих категорий приводит к этому. И в итоге вы приходите к чему? К результату. Вот система науки и логики. То есть, наука, это не... Вот Гегель говорит, что вот, например, есть простые науки, там они быстро строят систему. А попробуйте вот медицину сделать, как науку. Это же очень сложная. Такая сложная задача, что она ещё не решена. Тем более, что вот открыли... Медицина не наука. Она в становлении. Так вот тоже, вот такие резкие, вот вам уже такое оружие дано. В становлении находится. Вопрос. Я студента спрашиваю, историка, говорю, вы кто такой? Лекция считает. Он, как, кто? Ну, кто вы? Вы историк или не историк? Не, я не историк. Уходите отсюда. У меня лекция для историков. Ну, я же студент. Ну, так вы студент. Вы историк или не историк? Я туда попал? Историк. Ну, я же студент. Ну, так хотите, я вам объясню, кто вы есть? Кто? Ну, говорю, вы историк в становлении. Всё в порядке. То есть, вы есть, ещё и не есть. Ну, есть человек в становлении. Молодой человек. Это человек в становлении. Он же не молодой коммунизм, но коммунизм в становлении. Бесклассное общество в первой фазе, это оно, бесклассное общество еще, но тут уже не в становлении, тут уже в движении, потому что тут только родимые пятна. В становлении оно было в переходный период, тут уже не получится. Вот социализм, не переходный период. Это закончилось, движение к бесклассному обществу, а бесклассы еще не полностью уничтожены. А как может быть иначе? Вот как можно так закончить, чтобы, да вы что-нибудь строили, всегда есть недоделки. Ну, всегда, вот после того, как вы закончили строительство, вот там долго придется разбираться с тем, что в результате получилось, с родимыми пятнами вот этого строительства. Вот, пожалуйста, закончили стадион, а теперь давайте деньги на стройку стадиона. Закончили космодром, а теперь, оказывается, зарплата не выплачена. Уголовные дела еще не отработаны по тем жуликам, которые забрали деньги, на которые было построено здание, из которого президент должен был смотреть и другие лица, как идет запуск, а вместо этого траншею прокопали, в траншеи сидели и думали, ну, мы вам покажем. И уголовные дела завели. Но еще не знаем, чем это закончится. Заводят быстро, а о чем кончается, не знаем. То есть, в итоге, в итоге мы смотрим на науку логиках на систему знаний. И вот те примеры, которые у нас были, они хороши. Чем они хороши? Они показывают, что эта наука полезная. Но если я знаю примеры применения отдельных категорий, это еще не наука. Правда же? Потому что нет этого движения. Поэтому даже вот лучше короткий какой-то период логический просмотреть, как из одного получается другое, чем много-много-много примеров знать, это будет знахарство. А не будет науки. Поэтому я вот должен извиниться перед теми товарищами, которые говорят, ну, давайте еще примеры. Ну, понятно, что надо еще выводить. И поэтому в выведении это самое изучение науки логики и состоит. Причем я на собственном примере могу сказать, если идет о примерах. Вот мы начали изучать с профессором Смирновым эту науку логики изучали 5 лет. Я к нему приходил домой в 10 часов утра, в каждый понедельник, и мы до 2 часов ругались. Я так понимал, он так понимал. Потому что не так просто, можно так понимать. И поскольку я был такой молодой, горячим, а смех закончил, я его, в общем, очень сильно, по многим вопросам, ну, или переспаривал, или совсем уже решил переспорил. И тут я понял, что я запоминал определения, выхватывал такие блестящие вещи из науки логики. И, так сказать, у меня конспект был. Все законспектировано. Я прочитал за 2 недели эту науку логики, прежде чем поступать в аспирантуру. И тут я, когда я уже его добивал, можно сказать, логически, тут я понял, что он прав, а я не прав. И прошла, и прошел переход в противоположность. И тогда мы дальше начали за этим вот движением следить. Вот что самое важное. То есть, вы должны взять любую категорию, как некий результат. Потому что всякая категория, любой объект, ну, категория отражает какой-то объект в нашей жизни, а объект развивался. И вы должны его взять со всем этим хвостом, с результатом. То есть, надо взять результат с движением к нему. Вот в чем диалектические подходят. Не берите ничего по вершке, берите с корешками. Только с корешками. Вот как. И каждая категория, чем она дальше от начала, тем длиннее этот корень. И это, в общем, вполне можно понять. Что надо вот в этом состоять диалектический подход. Поэтому слово-то очень одно, сущность. Или там, скажем, закон. Вот определение закона, вот я из 2 книги, я вам скажу, вы сразу согласитесь, что оно простое и понятное. Закон есть спокойное в явлении. То есть, вот представьте, море там бушует, а на дне вот течение все идет и идет, идет и идет, идет и идет. Или ветра там как угодно бушуют, а вот тут вот на этой высоте идет одно и то же всегда. Или наверху пена там и брызги, а здесь тишина. И здесь вот тут идет вот туда, а здесь идет сюда. То есть, закон есть спокойное в явлении. Это у нас определяет законы, что это повторяющиеся устойчивые, длинные-длинные такие. А у Гегеля очень просто, спокойное в явлении, чего непонятно. Вот что закономерного в вашей жизни? То, что спокойно. То, что повторяется. А то, что вот только сегодня? Вот у вас закономерно то, что вы работаете или то, что вы отдыхаете? И то, и другое. Нет, закономерно у вас то, что спокойно, это вот когда вы работаете. А тут вы вырвались там где-то поотдыхать. Это как бы отрицание. А если два выходных в неделю? Закономерных. Даже если хоть. А вот если два выходных. А если вот шестичасовый рабочий день. Тоже хорошо. Но для этого, чтобы он стал законом. Не в юридическом смысле, а в практическом смысле. Это большое преобразование. Чтобы люди не водку пили, а развивались. А они, может быть, пьют водку безысходностью. Это непросто. Это непросто. Водку они пьют, потому что им нравится быть пьяными. Так я вам скажу. Нет. Водку они пьют от тоски. От безвыходности. Никто не обещает вам ни роста зарплаты, ни сокращения рабочего времени. Вообще ничего не говорят. Как у Люкаев говорил. Надо привыкнуть к складывающейся экономической реальности. То есть, они вот разграбляют нашу Россию. Они себе берут постоянно деньги. Мы видим эти взятки постоянно еще. И взяточников не сажают, не расстреливают, не конфискуют у них. А тут люди работают, работают. Им еще и объясняют, что и не выйдете из этого никогда. Максимум – это вот индексация. Максимум индексации. А это мы уже говорили, что вы закатываете камень целый год, катите его на гору. А потом он в следующий месяц с инфляцией катится вниз. У вас все время, у каждого человека сейчас в России, каждый день у него забирают деньги. С помощью повышения цен, тарифов. Ну что, вентили стали требовать больше труда для своего производства. Трубки, краны – это же все сокращается. Мы об этом тоже говорили, о снижении цен. Снижение цен – это естественное движение, которое отражает движение производства, движение производительности труда. Но если я хочу с вас много денег взять, и я монополист, то я сначала с вас возьму за рост производительности труда, снизились затраты, а потом я возьму просто сверхприбыль. А вы еще пойдите и счетчики наставьте в виде, и за счетчики будете платить. Потом за снятие их будете, потом за постановку и так далее. Потом давайте, поскольку сейчас угроза для жизни, давайте здесь железные двери себе сделать хорошо. Решетки давайте, все школы огородим, все, вместо того, чтобы расстреливать тех, кто крадет детей. Давайте, значит, все, займемся этим. Вот и производство у нас решетки, двери, чертишь, окна еще давайте. Охрана. Охрана. Давайте полстраны будет охранять, днем они охраняют, ночью воруют. У нас, я в ВПК работал, уехали, мы на лето сдали все наши компьютеры. Приезжаем, компьютеров нет. Ну, как бы осталось железо, а все, начинку уже унесли. Красота. Красота. И мы пришли ни с чем, вот это да. Это понятно, откуда они берутся, эти охранники. Вчера была бандитская структура, теперь они зарегистрировались и стали охранной структурой. Или, скажем, вы не видите, пойдите по пригородам и посмотрите там. Вот бывшая милиция, теперь полиция охраняет тех, кого раньше ловила. Они, значит, набрали денег, построили все эти дома, про которые говорят, что от трудов праведных не наживешь палат каменных. И вот в этих домах они живут, а полиция их охраняет. Красота. Ну, она получает вроде как деньги от них. И все эти деньги записываются в воловой доход, в БВП. Так, ну вот мы такую вот очень важную позицию сейчас зафиксировали, что наукология есть наука. А наука – это система знаний, а система – это означает, что есть у неё начало, как неразвитый результат, и результат, как развернутое начало. А вся эта наука состоит в движении к этому результату. Вот все эти три тома, они представляют собой движение. И Гегель хотел это движение изобразить так, что первые два тома – это объективная логика. Первые две книги. И он написал учение об идти, учение о понятии. И так было издано. Вторая книга – это учение о понятии. Субъективная логика. Как только начали деятели наши, незнакомые с этой вот наукологией издавать, они начали издавать вот тремя книжечками такими. Тремя. Чтобы стереть вот это вот различие между объективной логикой и субъективной. Ну, как это так? А вот черная книжка такая весь, в ней есть такие заголовки вначале, что объективная логика, сейчас первая, вторая, субъективная логика. А внутри нету этого заголовка уже, и перехода этого нету. То есть, как бы это не пустячок такой. Ну, как для материалистов это разве пустячок? Потому что, почему легко материалистически истолковывать науку о логике Гегель? Ну, не считайте это, что это идея. Вот бытие и считайте, что это бытие. И все. И больше ничего не надо. И все дальше. И в примечании, не обращайте внимания, что на Боге говорит. Он и о Боге тоже говорит очень хитро. Вот он, его даже Энгельс называл, что он враг религии Гегеля. Вот, например, он берет определение, доказательство бытия Божия. В чем состоит? Что это вот такая реальность. Одна из реальностей, что Бог есть. Не бытие, а реальность берется не как некая его характеристика, а вот как самореальность. Бог есть совокупность всех реальностей. Значит, вон тогда и есть такая реальность, как бытие. Значит, и бытие есть. Мы и доказали, что Бог есть. А Гегель доказывает, что реальность, это вот мы сегодня еще можем дойти, если успеем. Реальность – это определенность только. Значит, и а реальность – есть отрицание. Обязательно. Если у вас Бог – совокупность всех реальностей, то есть с диалетической точки зрения – Бог – совокупность всех отрицаний. И дальше Гегель молчит. Потому что дальше умный человек додумается, что совокупность всех отрицаний – это кто? Дьявол. Так. Но он был профессором Берлинского университета, он на этом поставил точку и пошел дальше. Как ни в чем не бывало. Что, говорит, плохое определение. И пошел дальше. Иначе, получается, говорит, у вас, если вы скажете, что Бог – совокупность всех реальностей, он – совокупность всех отрицаний. Поскольку всякая реальность – есть отрицание. Возвращаемся к тому. Однако. Очень интересно. Очень интересно. И вот возвращаемся к началу. С уважением к началу. Потому что надо смотреть на начало этого результата. Поэтому не надо так скептизть. А, это чистое какое-то бытие там, и какое-то, или чистое ничто. Ну, радуйтесь, что это очень простое. Радуйтесь хоть часто. Потом так уже не будете радоваться, когда том второй будет, и будет рефлексия. Там не порадуешься. Там будет движение от ничто к ничто. Даже Ленин думает, ну, пожалуй, этого не может быть. Наверное, должно быть от ничто к бытию. То есть, он рассуждает в категориях первого тома. А чтобы от ничто к ничто, пожалуй, этого не может быть. Но Ленин говорит, пожалуй. Оставил себе дверь, чтобы выйти через эту дверь, если там выяснится. А там почему-то получается. Потому что вот все категории бытия пройдешь, и получается, вот все, себя бытие исчерпало, и оно себя отрицает. То есть, снимает. Мы уже знаем, что отрицание диалектическое не состоит в уничтожении. Что значит отрицать этот стакан или эту воду? Ну, выпил я ее. Так она куда пошла? Она у меня уже в крови. Куда делать-то? Она никуда не делась. Между прочим. В кровь пошла. Дальше не будем рассуждать, куда она пойдет. Это все. Это все. То есть, отрицание всегда это снятие с удержанием. Никакого другого отрицания в диалектике, которое было бы без удержания, нет. Поэтому не надо никогда бояться этих отрицаний и таких очень жестких слов, которые у Маркса уничтожения класса. Да, пока. Нет, говорит, давайте преодолеем, при Хрущеве говорили, давайте сотрем различия между людьми умственно-физического труда. Вот давайте я вам пример приведу такой. Берем лист бумаги, закрашиваем верх желтым, низ синим. На переходе какой будет? Зеленый. Зеленый. Стерли различия? Да, противоположности достались. То есть, стереть различия – это подмена тезиса. Тут, говорится, мы должны ликвидировать противоположность между людьми и физическими людьми умственно-физического труда. А вместо этого нам просто стирают различия. Чтобы такой мягкий был переход. Дескать, я вот рабочий, но кое-что и читаю по вечерам. А вы вот интеллигент, но иногда пол подметаете. Вот, оказывается, в чем состоит. Вот уже и стерли различия. Различий нету никаких. Никаких. Просто я весь день, значит, вот на станке, а вечером я замученный, так сказать, открываю книгу и тоже засыпаю. Поскольку рабочий день такой длинный, и теперь, так сказать, добраться очень тяжело и сложно. А вы, значит, читаете, читаете, а потом думаете, а что я буду сегодня подметить? Подмету я завтра. И ничего не произойдет, и все. Так и происходит, да. Так и происходит. Значит, и так, и так. Мы уже знаем, что такое начало, чистое бытие. И это вот начало, это то, что можно сказать о целом. Все это есть. Все это есть. А что есть? Это вот развертывание должно быть. Наука. Развертывание. Движение от простого к сложному. Вот иногда как-то забывают, почему так это от простого к сложному. Вот сложное, это что такое? Составленное из простых. Сложенное. Вот. Вот. Вот очень. То есть, с одной стороны, мы говорим, что мы, дескать, такие сложные категории. Какие сложные? Он берет прямо то, что в языке сложное, это сложенное. Сложенное из простых. Так вы и складывайте его постепенно, вот и будем складывать. Берем чистое бытие, оно переходит в чистое ничто. А чистое ничто уже в бытие. Почему? Потому что уже чистое не может быть. Это же второй переход в бытие. А вот бытие переходит в ничто, ничто переходит в бытие. Одно переходит в другое. И одно есть возникновение, переход в ничто, в бытие, а другое есть прихождение. И в становлении всегда есть два противоположных момента. Хотя люди, которые этого не понимают, они являются жертвами этого своего непонимания. Если вы не понимаете, что в переходный период, в котором находится КНР, например, есть не только движение к социализму, а есть движение назад в капитализм. И если этого не поймут руководители Компартии Китая, похоже, что они это понимают, потому что они вот одного генерального сняли, который хотел сделать то, что делал Горбачев, а второго посадили под арест. Он 15 лет сидел в хорошем здании в центре Пекина, его обслуживали, кормили хорошо, но уже ни до покой политики не допускали. Кто это был? Джао Цзиян. Я уже забыл такого. А я недавно это узнал. Это как-то вот мраком покрыто. Открываешь поисковик Джао Цзиян, генеральный секретарь. А перед ним... Гораздо интереснее, как Ким Чен Ын расстрелял из гаунта очередного генерала, сожрал собаками. Еще какой-то бред. Да, бред севикобылы. А там я вот недавно один товарищ в интернете вывесил картинки. Причем кто? Зампред нашего Госбанка съездил в Корею и вывесил на Ютьюбе фотографии современной, северокорейской действительности. Красивые здания, сооружения, счастливые лица. Цветущая страна. Троллейбусы идут. Многояростные, так сказать, какие-то сооружения стоят. Красиво. А там чистота необыкновенная, страна утренней свежести. И говорит, вот это вот на самом деле то, вот это для тех вывесил, которые что-то там говорят про Корею. Ну вот, но есть и в Корее тоже, есть обратная тенденция. Например, мы не можем считать, что это нормальным, что вот все родственники только одного человека становятся... Позвольте, перебью. Да. Это прекрасный пример. Перебивайте, но не добивайте. Недавно помер король Таиланда, царство ему небесное. И были показаны картины национальной скорби, где орды народу, собравшись, горько плачут. Вы посмотрите, какой хороший был. Там хорошо, да. А если помер Ким Ир Сен, и орды народа плачут, вы посмотрите, какой был урод и какие дебилы собрались. А я вот еще помню. Просто прекрасно. А почему вот никто не говорит, что у короля Таиланда был культ личности, в рамках которого они вот так вот все воют? А почему никто не говорит, что у королевы английской культ личности? А потому что вообще ты говорил только Хрущев и только про Салина. Больше ни про кого никогда. Да. А я хочу вам сказать, что я вот по своему возрасту, я 45-го года рождения, я еще в 53-м году помню, как народ плакал, когда хоронились Таиланда. Я был мальчишкой. Ну, я помню, плакали, а теперь это выяснилось, что и не зря плакали. Надо сильнее было плакать, потому что то, что натворил этот, так сказать, Хрущев вместе со своей командой, и дальше, что они дальше творили. То есть, они дальше как пошел Хрущев с этой своей слякотью, так они и продолжали уничтожать диктатуру рабочего класса, пока не довели до диктатуры буржуазии. Теперь мы опять начинаем все сначала. Как сказал когда-то академик Капица на вопрос про культ личности. Культ был, но была и личность. Да. Когда говорят о культе, это когда кто-то, так сказать, пытается искусственно насадить этот авторитет. Но у Сталина он не искусственный. А кто, интересно, по тюрьмам, посылкам сидел в революционное время? А не что, Сталин что, в кресле все время сидел в Кремле? Да они больше сидели в тех местах отдаленных, куда их посылало царское правительство. А кто, между прочим, в Царисане воевал и организовывал там и прочее? Ну, поскольку у нас общество идеологически заточено, а основой идеологии это труды Александра Исаевича Солженицына, который в своем основополагающем труде все время рассказывал, вот там Ленин в ссылке был, это ни о чем вообще. А Сталин в Туруханском крае тоже ни о чем, я вам больше скажу, рассказывал гражданин Солженицын. Вот Федор Михайлович Достоевский написал произведение «Мертвый дом». Фигня полная, говорил гражданин Солженицын, потому что большевики устроили такой ад. Ну, сам-то Солженицын в аду почему-то не был, и ада не видел. Это из книги очень хорошо видно, прекрасно жил. То есть, письма типа больше шоколада. А есть еще спираль. Присылайте, я уже обожрался. Если же Томаш Ржезач книга «Спираль измены Солженицына». Это отлично, когда вот шоколада мне больше не присылать, уже не ляжет просто. Это вот картина ада изряднейшая. Ну, поэтому, граждане, если черпать знания оттуда, об окружающей действительности, то да, все получится вот так. Ну, Дмитрий Юрьевич, вот как раз и категория закона и явления. Есть закон, есть его явление. Поэтому вы хоть и сказали, что это основы идеологии, это не основы, это пена. Ну, я утрирую. Нет, это пена. Основы идеологии у нас. Основы идеологии у нас ленинизм. Тем более у нас в Конституции это не записана государственная идеология. Может, марксизм будет государственной идеологией. А мирозрение, вот такие два крупных есть, только два. Или марксизм, или православие, религия. Ничего другого нет. Антикоммунизм, он же не представляет собой какой-то здесь системы знаний. Вот я что-то коммунистически говорю, а вы будете против. И этого против, и этого против. Вот я не говорю, и нету никакого антикоммунизма. Он ничего собой не построил, он ничего собой не представляет. Никаких антикоммунистических теорий, как таких серьезных научных систем, нету. В принципе, и быть не может. Вот марксизм есть как система. И он может развиваться. И он развивается. И никого не спрашивает. Потому что наука вообще никого не спрашивает. И совершенно не важно, что там считают, что в основе. Вот мы считаем, что оно и будет идеологией потом. государственной. Ну, государство для этого надо поменять. Ну, только для истории это мелочи поменять государство. Правда? Это нам может трудно, тяжело, но процесс идет. Так вот, что здесь считать основой? То есть, что считать законом, а что считать явлением? Да, явление такое. То есть, всякой грязной пены набрали очень много кругом. И вот эта грязная пена ходит в сфере идеологии. В основном всякая мутная вода течет отовсюду. В том числе и в кенопрокате. Вообще, так сказать, изображает историю русского народа, как историю какой-то грязной какой-то шайки, которая бегает, насилует, грабит, грабит, насилует. Разговаривает вообще не разговаривает. Я чувствую, вы посмотрели художественный фильм «Викинг». Я не знаю художественный, но я посмотрел «Викинг». Я вообще не знаю, о чем это. Точно это не о русском народе. И кто тут этот «Викинг»? Если «Викинг» это тот, кто за деньги воюет вместо, так сказать, или вместе с русскими, это хорошо. А если, ну, тогда давайте, если это «Викинг», тогда это, понятно, что сделано так, чтобы принизить Владимира, если это «Викинг». А если Владимир «Викинг» за то, что он пошел и пригласил этих самых «Викингов» в себе в помощь, ну, значит, он сам ни с чем не справляется, только благодаря «Викингам» всё это у него и получилось. А сам он вообще никто и ничто. Значит, люди хотели принизить того же самого «Владимира». Ну, а русского народа там вообще нету. Там нет ни землепашцев, там нет людей, которые, Кузнецов, которые делали… Посмотрите, с чем они сражаются. Это же очень сложные штуки. Конечно. Это сейчас можно наштамповать. А по тем временам? Ну, пойди, найди для начала. Пойди, это надо же быть. Это же за бронзовым веком железный век наступил. Это нужно было, так сказать, искусство иметь в изготовлении копий, там, так сказать, этих сабель и так далее. А потом они на конях сказали, а сёдла у них были и так далее. Ну, это же всё, это, так сказать, предметы культуры. Культуры не показано. Народный, так сказать, быт не показан. Вообще народ русский совершенно не показан. Элементы есть. Например, волхвы. Вот эти вот какие-то задроты такие, лысые все, явно чем-то опившиеся, обкурившиеся, я не знаю, с безумными взглядами. Это не элементы народа. Ну, это, видимо, так представляется русская культура. Ну, так представляется русская культура. Ну, где тут? Как люди жили, как они, так сказать, вели своё хозяйство, как набиралось это войско. Всё, ну, это такое вот люди, это профессионалы, что ли? Как вот сейчас профессиональная армия, только вот эти ходили и грабили, ходили и грабили, ходили и грабили. То туда пойдут пограбят, то сюда пойдут. Тут они, естественно, помирают. А раз всё равно помирать, то можно и одеваться как в опало, и грязными быть как в опало, и вообще, и говорить. Ну, нет ни одного вообще какого-то разговора о чём-то, о каких-то мысли о России, о Руси, о том, что мы собираемся, так сказать, сделать, создать единое государство. Нету ни о чём, не думает вообще. И мысли нет у этого Владимира. Без мысли, без всего. Потом вдруг он на исповеди ему там наговорил очень, между прочим, культурному, такому батюшке, очень культурному, чистому такому. Грязный пришёл, да я убивал, резал, то-сё. И вот это вот и есть. А грех, надо понимать, живёт в государстве, где никого не убивают. Нет, ничего не режут. Там полное благорастворение. При этом, как вспомнишь про Византию, ключевое, отрубленные руки, выколотые глаза, отрезанный язык, уши, носы. Всё по вере, видимо. Дмитрий Ильич, был я в Греции, в городе Дельфии, в пригороде Афин. И там показывали монастырь. Не монастырь, а храм старинный. Где Дельфийский оракул. Где Дельфийский оракул. Женщина, между прочим. Женщина была пифия. Оракул – это название сооружения. Ну, вот это. Там есть храм. А в храме, значит, стоят прекрасные статуи, греческие, с отрубленными головами, праморные. А почему? А потому, что пришли представители уже единобожия, более высокой культуры. Более высокой культуры. И голову им поотрубали. Поэтому то, что там у Венеры не хватает рук, это мелочь. А тут голов не хватает. Вот целый пантеон, и всё это у всех с отрубленными головами стоят. Ну, а уж что они на самом деле делали? Ну, если они так поступали с мрабрными статуями, с произведениями искусства, то как они поступали с теми, кто, так сказать, противодействовал насаждению этой самой религии и так далее? Так что и откуда, и в чём прогрессивная роль, что вот это единобожие было связано с борьбой за единое русское... Где эта борьба? Хоть кто-нибудь сформулировал борьбу за единое русское государство? Ничего этого нет. Ничего нет. Хотя бы в становлении. Даже в становлении. И этого нет. А ключевое того, чего там нет. Ключевое, вот в моём понимании. Если они так хотели показать, что язычник Владимир взял и стал православным христианином, я не смог понять, а что же его привело-то? Вот я язычник, например. Мне совершенно очевидно, что я после смерти попаду в Волгаллу, если это про викингов. Вот Волгалла. Я с утра проснулся, подел кольчугу, шапку железную, взял меч в острый щит и с братвой пошёл на поле. И там мы до обеда друг друга рубим. Это самое большое удовольствие для мужчины. Кого-нибудь убить. И вот мы там в сыре порубимся и поубивали почти всех. Минуточку. Поубивали. В обед мы раз и ожили все. Встали и пошли в чертоги бога Одина. Сели за стол, где нам свиные рульки тащат. Эти, как их, валькирии. Мы едим свиные рульки. Беспредельно пьём пиво. Этих валькирий хватаем, тут же совокупляемся. Нам весело. Потом падаем в пьяном угаре в полном бесчувствии. Утром просыпаемся. Одеваем кольчуги. Шапки железные. Мечи. Опять до обеда рубимся. Потом опять пьём, веселимся. И так без остановки. Расскажите, пожалуйста, вот что у меня... Я военный, и мне это нравится. Мне и в жизни это нравится. А в загробной жизни я только этим буду заниматься, не отвлекаясь на всякую фигню. Только резать, убивать, бухать, совокупляться. Вот мечта нормального джигита. А теперь расскажите мне, какие идеи внедрились в мою языческую жизнь, которые заставили меня задуматься? Ну, знаешь, наверное, это как-то вот не очень. Вот людей резать, вот непонятно зачем. Давайте я вам расскажу, какие идеи. Завершу, завершу. Вот какие идеи мне преподнесли, что я сел, задумался и сказал, да, блин, как-то я неправильно живу. Наверное, то, чем я занимаюсь, это не самое хорошее занятие на свете. Раз. И, наверное, не стоит заниматься этим после смерти на протяжении, там, не вечности, но долго. Наверное, есть другие какие-то вещи, к которым надо стремиться в этой жизни, которые надо воплощать и людей вокруг себя привести к тому же. Вы что-нибудь такое увидели там, нет? Я увидел другое. Что? Что вот, у нас какое сейчас хозяйство, капитализм товарный, всеобщее товарное хозяйство, все товар. Вот фильм сделали, это товар большой. Безусловно. Люди, которые сделали этот товар, деньги получили? А как же. Что у них цель? Фильм или деньги? Деньги. Добились они своей цели? Безусловно. А что тогда вы на них нападаете? Я? Да. Ни в коем случае, я смотрю конечный продукт. Вот, они говорят, берите, делайте, как мы берем в государство деньги, которые, так сказать, люди налогоплодельщики складывают, и мы делаем такой фильм, который позволит эти деньги получить. Они успешные. А те, кто не умеют такие успешные делать фильмы, вы собираете вот поштучно, по рубрикам, и будет у вас там 28 пампиловцев. А тут миллиарды, полученные от государства. И искусство состоит в том, как у государства получить такие деньги за такую халтуру. Вот. Что? Это мастера? В этом никаких сомнений. Мастера. Мастера, безусловно. Ну, вот что-то вы не хотите этому учиться. У меня друг... И не завидуете. Я другую еще раз. А другие завидуют. Безусловно. Вот есть люди, которые завидуют жуликам, паразитам, проходимцам. Вот этот фильм как раз показывает, как можно. И там же есть и другие. Давайте, не важно, что мы показываем, важно, сколько мы соберем. Третьего дня пошел в кино. Смотрел американский художественный фильм. Тщил себя надеждой, что он интересный и хороший. Я ввиду некоторых в прошлом профессиональных склонностей люблю проуголовников смотреть. Мне всегда интересно. Вот художественный фильм. В нем харизматичный американский актер. Играет роль молодого человека, сына полицейского комиссара. Полицейский комиссар. Папа, значит, там душит преступность, коррупцию и все такое. А сын, значит, смотрит что-то как-то вот тут. Это не очень интересно. И денег мало. Дай-ка я пойду в бандиты, думает сын. И бегает, значит, с автоматом грабит банки. Грабит банки. Дальше он начинает расти туда-сюда. Папа пытается его там как-то осадить немножко. Но когда сына сажают в тюрьму, папа там сам коррупционер оказывается еще тот. Вокруг судьи коррупционеры, конгрессмены коррупционеры, кругом продажные твари. Ни одного хорошего человека в фильме нет. Кругом продажные твари, какие-то паскуды страшные. А это главная паскуда, это главный герой, уголовник, который убивает людей, по головам ходит, сам уже не стреляет, вокруг него подручные, туда-сюда. Идет выше, выше, выше в иерархии, залезает. И вот залез в иерархии на самый верх, попутно, значит, это 20-30-е годы в США, сухой закон, туда-сюда. Попутно у него любовь, черная девушка, что само по себе нонсенс, с ними сожительствовать нельзя было, по закону нельзя было сожительствовать. Мало того, он народил от нее детей, обрекший их на ад расистский, тебя никуда не возьмут, не пустят, ты не получишь образование, ты не будешь вообще никем. там цинично, белые люди так и говорят, это мы руководим этим обществом, не ты паршивый ирландец, и не твои вонючие друзья, чурки итальянцы, понаехавшие, мы, белые люди, это наше общество, как там, это наша корова, и мы ее доим. Вот этот замечательный фильм, ну, концовка, он расхотел быть бандитом, отдал другим бандитам, все, и ушел на покой, и все у него прекрасно, ну, пока жену не пристрелили бывшие эти самые, ну, замечательный фильм. По всей видимости, я должен, глядя на это кино, ассоциировать себя с уголовником, то есть, я же должен ему сопереживать, он же хороший, как говорят наши бандиты, не мы такие, жизнь такая. Нет, вы должны деньги отдать за просмотр этого фильма. Отдали деньги? Отдал, и фильм решил кассовую проблему? Я думаю, нет. Неужели не решил? Нет? Ну, тогда плохой фильм. Он плохой просто. Сейчас, какой критерий этого фильмов? Он сам по себе плохой, поэтому денег много не соберет. Но посыл вот, вот такой. Да, ну, по крайней мере, это целью было тех, кто делал фильм. Ну, не реализовали цель, а старались. А вы все хотите, что они светлое, что-то такое подавали. Сейчас вот главное деньги получить. Как вы не понимаете, где мы общество, каком живем? Значит, возвращаемся к нашим категориям. Вот мы добрались до бытия и ничто, которые, бытие переходит в ничто, а ничто переходит в бытие. Это бытие, переходящее в ничто, это прихождение, а ничто, переходящее в бытие, это возникновение. И вот получается, что бытие и ничто переходят друг к другу, и тем самым друг к другу исчезают, а становление есть благодаря вот этой разности бытия и ничто. Значит, становление исчезает. Вот такой логический вывод, формально-логический вывод, что становление исчезает. И дальше нужно подумать, что это значит. Становление исчезает, значит, это отрицание становления. А становление это беспокойное единство бы себя не что-то они один другой переходят вот то что вам не нравится время вот это вот вот это вот вот и можно сказать что ваша просьба удовлетворена отрицание становления это спокойно и какое вот некоторые говорят спокойное единство бы тебя нечто не единство когда тут два есть по крайней мере могут у нас может быть единство только потому что мы разные люди а если я сам с собой един но вы скажете что товарищ чего-то у него не в порядке то есть не с не спокойный низ а спокойная простота и вот это спокойное и простое есть результат отрицания становления или результат снятия становления говорится имея ввиду что она от своего хвоста от всего этого происхождения не может отрезаться абстрагироваться что вот это вот то что получилось спокойное и простое есть результат снять становление как его называть очень просто открываешь книгу и видишь наличное бытие налицо только бытие нету никакого второго нет никакого не что но она вот это на личный быть есть результат снятия становления значит раз она результат снять и основе то ничто есть но она не налицо значит в нем в нем вот то есть то что является сказать тем что отрицается она в том что его отрицала раз на личное бытие есть отрицание становления снятия становления значит становление в нем одна сторона становления на лицо бытие автора не видно она в нем вот тогда получилась такая конструкция логическое наличное бытие а в нем ничто вот такое ничто которое в наличном бытии называется небытием неплохо видите разницу не не а вот некоторые говорят путают ничто небытием все равно нет ничто это свободное такое она может переходить бытие на равных с бытием небытие она уже упакована в бытие она ко мне мои недостатки это у меня они у вас ваши недостатки только у вас у меня их нет у меня свои может они еще хуже у меня но они у меня они во мне поэтому вот небытие небытие в бытии и вот давайте посмотрим на это небытие вот если вы на него посмотрели как только я посмотрел на стакан он есть бытие угу то что непосредственно то что делается предметом рассмотрения сразу приобретает форму или вид бытия. Небытие принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия, называется определенностью. Вот мы сделали первый сегодня шаг, еще следующий. Определенностью. Определенностью наличного бытия. И вот тут по этому поводу Гегель останавливается и долго рассуждает на тему о том, типа, вот какого цвета страницы этой книги? Желтоватые. Ну, белые. Ну, белые. А вот если бы вот это вот, они не зачерненные были, вы могли бы изучать науку логики? Никак нет. Никак нет. Только вот определенность книги придает отрицание этого белого. Небытие. Принятое в бытие, так что конкретное целое имеет вид бытия. Белое. И он говорит так, что для того, чтобы что-нибудь вообще различать, чтобы получить какую-нибудь определенность, надо или светлое затемнить, или темное осветлить. А в абсолютном свете так же ничего не видно, как в абсолютной тьме. Вот, что он говорит. И поэтому определенность, это трудно усвоить, привыкнуть к этому. Вот к этому строгому выводу, что всякая определенность есть отрицание. Вот я заметил, у вас на лице очки. Вы человек в очках. Сейчас, по крайней мере. Я вот всю жизнь был тоже человеком в очках. Потом, чем стали уже аудитории маленькие, и разглядывать нечего. А вот такая реклама, я ее и без очков вижу. И я перестал просто носить, и все. Я тоже был человек в очках. Сейчас я человек без очков. Так. Это очки, это вы или не вы? Нет, не я. Вот, раз нет, значит, это ваше небытие. Но это в вас же, это на вас же они. Поэтому вы ни от них-то не отталкиваетесь. Это ваши очки. Поэтому это ваше небытие в вас. Ну, в вас, в понимании. В образе. Да. Да, в целом. А теперь я смотрю не на вас, а на очки. Могу? Как только я посмотрел на ваши очки, это очки Дмитрия Юрьевича Пучкова. У меня предметом уже не Дмитрий Юрьевич Пучков, а очки. Это изменение ракурса зрения, логического. Или я беру вас в очках, или очки на вас. Есть же разница? Есть. Или наличное бытие с небытием, с определенностью. Или определенность с наличным бытием. И вот мне хочется их теперь посмотреть. Я не буду их просить даже вас снимать, а я просто буду их внимательно разглядывать, уже кто вы, что вы. Понимаете, вот очки сам от меня. Особенно кошелек, если было бы для воров, это очень важно посмотреть, что за кошелек. Но я, так сказать, ограничиваюсь очками, как интеллигент. Очки. И вот если я беру их как предмет своего рассмотрения, они уже для меня бытие. То, что непосредственно. И это даже, вот есть такая категория, сущие, ее все путают. Когда я вот говорю, сущие или хлеб насущный, это не тот хлеб, который на складе, а который у меня вот здесь. Вот сейчас насущный напиток, который вы приготовили, так и не будем раскрывать, какой он. Но вот он. Вот он, откуда такие длинные, получается, обзоры. Главное не раскрывать химический состав. Да. Вот это насущное. То есть, вот эта определенность, которая берется изолированно, сама по себе, я взял их, я не то, что я не трогал ваши очки, я просто стал их отдельно рассматривать. Уже мне не важно, кто, мне важно, какие очки. И все, они превратились в бытие. А вы как бы стали небытием. Поэтому вы же не очки, согласитесь, не очки. Или, допустим, я не пиджак. Да. Ну, не будете спорить, что я не пиджак. Но пиджак ваш. Но начинаем с пиджака, он как бы на первом плане, вот он пиджак бытие, а я не пиджак. Или, скажем, я могу сказать про человека, что он умный. А могу по-другому сказать, что он не дурак. То есть, мне надо найти дурака, привезти сюда, поставить, у вас тут снимается, все сказать. Вот видите, да, вот он не дурак. Но для этого нужен дурак. А можно сразу умный сказать? Можно. То есть, можно и так, можно и так. Можно сказать, красивая девушка, а можно сказать, не дурна. То есть, можно так, можно и так. Так вот, определенность, взятая сама по себе, изолированная, знаете, как называется? Качество. Знакомое вам слово. Вы спросили, почему, какие слова. Вот это не просто слово, это категория, качество. Люди пишут качественный анализ, мы исследовали качество. И так важничают. Мы проводили качественные исследования. А это все буквально там в самом начале наукоилогии. То есть, это просто утверждается, что если я вашу какую-то определенность возьму саму по себе, от вас оторву. И буду рассмотреть, как оторванную от вас. Вот это будет качество ваше. У вас есть характер, да? Я ваш характер. Вас не рассматриваю. Характер только меня интересует. У вас есть там, так сказать, дом? Вот и дом буду ваш рассматривать. А мне интересно ваш дом. А нельзя ли его получить как-нибудь? Как-то вас уговорить, чтобы вы сами отдали? Есть такие люди. Что-то придумают такое. Из расы забрали. Ну, если у нас полстороны забрали, то что подумаешь, дом забрать? Вот, проблему нашли. Короче говоря, качество, вот это самое изолированное, взято самоопределенность. И про него очень хитро Гегель пишет. Качество еще не отделилось от наличного бытия. Ну, потому что я взял изолированное, но оно на самом деле не изолировано. Очки-то ваши. Правда, оно и не будет от него отделяться. Еще не отделилось. Правда, и не будет отделяться. Но уже как бы вот оттянули и как бы вернули. Но сделали предметом специального рассмотрения. Любое качество человека может быть сделано предметом его отдельного рассмотрения. Это так называемый качественный анализ. Ничего глубокого, сильно. Ну, понятное дело, прежде чем об чем-то говорить, вы решите, это посуда или это подставка под мебель, под ботинки. Я думаю, это все-таки посуда. Вот качество. И так далее. То есть, качество, очень простая категория, сравнительно простая. Это вот та определенность, которая берется сама по себе. А дальше, вот смотрите, логическая операция в диалектическом духе. Вот с учетом того, о чем мы говорили, что надо брать все в движении к нему. Качество есть? Есть. А раз есть, оно бытие. Какое? Ну, раз мы уже теперь дошли до наличного бытия, значит, наличное. А в наличном бытии есть становление. А в становлении есть бытие и ничто. Значит, негоже рассматривать качество только как одностороннее какое-то бытие, безразличное, а надо взять его и как бытие в противоположность ничто, и как ничто в противоположность бытию. Вот я и буду рассматривать. Допустим, вот человек высокий, вот могу, вот качество, рост, рост, это качество. Давайте возьмем его, значит, высокий, это будет в положительном, как бытие, а не низкий, как отрицательство, буквы не, со словом не, не низкий. Высокий, это не низкий. Умный, это не дурак. И так далее. То есть, одно и то же, одна и та же определенность может быть выражена. И так, и так. Вот хотите, я про вас расскажу, что вы никого не зарезали, никого не убили, ничего не делали того, что делают люди в этом фильме «Викинг». Они ничего только не делают, творят. Вот все это, правда, буду рассказывать, и вы скажете, что вы меня хотите, оскорбить, что ли? Вы меня хотите принизить, затоптать? Я все это делал, да. То есть, если вот так вот можно взять, вот все через не, а вы не можете, а человеке сначала, вот Ленин говорил, что вы мне рассказываете про недостатки человека, вы мне скажите, какие у него есть достоинства, и как их использовать в нашем общем деле. Потому что вот тогда можно сложить какой-то коллектив, тогда можно это сделать. Ну, у всех есть недостатки, но для этого и создается коллектив для того, чтобы их, так сказать, преодолевать, и на них не акцентировать внимание. Давайте посмотрим, что у нас есть хорошее. У каждого же есть что-то хорошее. Даже у самых отъявленных, можно сказать, негодяев. И то у них есть что-то хорошее, что можно зацепиться. Поэтому качество надо рассматривать в положительном смысле, а тогда это реальность. Вот слово «реальность». Для вас знакомо? Знакомо. Но это важная категория. Это положительная определённость. То есть определённость, взятая как бытие, реальность. А отрицательное, как ничто, отрицание. Реальность и отрицание. И вот картинка. Вот смотрите, что у нас есть. Три категории. И уже голова начинает кругом идти у тех, кто изучает науку логики. Наличное бытие. Реальность и отрицание. Три. Но сейчас мы это дело упростим. Гегель быстро это упрощает, чтобы так народ не утружлялся. Реальность есть? Есть. А раз она есть, то она бытие. Какое? Наличное. А раз наличное, в нём есть и отрицание. Значит, в реальности есть отрицание. Доказали. Отрицание. Отрицание есть? Есть. Значит, оно бытие. Значит, в реальности вы нашли отрицание, в отрицании вы нашли реальность. Значит, нет отдельной реальности, нет отдельного отрицания, мы их просто развели. А потому что сказать, что высокие, это всё равно, что они низкие. И они воедино. Не надо их разводить. То это всё одно и то же качество. Значит, различие, реальность и отрицание снято. Что значит снято? Ну, вы не забыли о том, что они отличаются. Можно сказать, красивая девушка, можно сказать, смазливая. Это с отрицанием будет. Что-то сказал, похвалил. смазливая. То есть, что-то смазано, размазано, ужасное какое-то слово. Или она не дурна. И что получилось? Вот определённость и наличное бытие. Так наличное бытие не отделено от определённости. Потому что определённость есть, значит, она наличное бытие. И вот она говорит, снято различие реальности и отрицания. Определённости наличного бытия нет отдельного наличного бытия, нет отдельной реальности, нет отдельного отрицания, а есть лишь определенное наличное бытие. И вот прошел скачок. Раньше было наличное бытие с определенностью, а вот теперь определенное наличное бытие. Допустим, есть капитализм, а есть империализм. Что такое империализм? Это моноблистическая стадия капитализма. То есть это определенный капитализм. Сейчас какой капитализм? Это вот сейчас нам рассказывает Лабуду, что вот сейчас рынок все решает. Да и все это проехали давно. Уже проехали к началу 20 века, потому что в 20 веке уже в России был империализм. Ну а сейчас о чём вы говорите? О том, что рынок решает, когда вы что, в ларьке будете делать самолёты, подводные лодки? О чём вы говорите вообще? В ларьках у вас же туалета нет, у вас ведро. И вот эти люди рассуждают, и причём люди на высоких государственных постах, они ничего другого не заучили, что рынок всё вам решит. Он уже порешил наши фабрики и заводы, он порешил коллективы производства, он порешил, так сказать, наше богатство национальное. И всё опять с этим рынком носится, как с писаной торбой. А у нас уже монополистический капитализм. Добавлю от себя, с вашего позволения, эти люди, которые рассуждают, их познания о капитализме основаны на чтении книжки «Незнайка на Луне». Это в лучшем случае. И Самуэльсона ещё они читали. Всё остальное – это какие-то больные фантазии, которые к реалиям не имеют никакого отношения. Нет, и много-много всякой вот такой так называемой экономической литературы, которая прославляет этот рынок и застряла на этом рынке. Но люди застряли в прошлом. Это люди прошлые. Они застряли. А, скажем, а есть фундаментальная работа Ленина – империализм, как высшая стадия капитализма. Что является характеристикой империализма? Что является его определённостью? Монополии. Но вы не согласитесь, что монополия – это не капитализм? Почему? Потому что есть капитализм, а есть монополия капиталистическая. Любое капиталистическое предприятие стремится к монополии. Не важно, что оно к чему стремится. Но монополия и капитализм – это разные понятия же. Есть. Она есть. Но это другая. Вот вы её берёте. Это есть определённость. Это отрицание капитализма. Монополия. А, если так. Это его определённость. Отрицание капитализма. Монополия. Потому что это монополия. А если она, в конце концов, доведет дело до того, что вообще капитализм будет снят, монополия-то останется, а как определяется социализм у Ленина? Единая капиталистическая монополия, но обращенная на пользу всего народа, и потому переставшая быть капиталистической монополией, означала бы социализм. Ловко. Это вот диалектическое определение. Не то, что я придумал, что такое капитализм. Дескать, вы вот эксплуататоры, мы на вас работаем. Это все правильно. Но здесь вот уже этот процесс, потому что это же процесс объективный. Империализм в соответствии с законами диалектики переходит в свою противоположность. Как он переходит в свою? Он отрицает что? Он что, может отрицать общественный характер производства? Нет. Его невозможно отрицать. Сейчас все работают на всех. И каждый получает то, что сделано огромным количеством людей. Поэтому общественный характер производства. А присвоение все равно частное. И это вот обстоятельство отрицается. Отрицается частное собственность. И получается единая капиталистическая монополия. Она говорит, давайте, мы будем бороться с господством монополии. Вы что, с ума сошли? Ну, если мы с вами конкурировали, то или я выиграл, или вы выиграли. Если вы выиграли, вы сделаете монополию. В лучшем случае не возьмете меня на работу. В худшем случае скажете, пошли вон. Я умру. Так и было. И умирают. Поэтому, если начинается этот процесс конкуренции, то люди, которые за конкуренцию, если они против монополии, это просто люди, которые не могут логически мыслить. Формально логически. Если вы понимаете, что такое конкуренция, это ведь борьба на уничтожение. Либо я вас уничтожу, либо вы меня. Это не социалистическое соревнование, когда я что-то сделаю хорошее и вам расскажу. А вы сделаете хорошее и мне поможете. Не, товарищи, дорогие. Или я вас съем. Или вы меня съедите. Если я вас съем, вот тогда вы у меня будете работать. Может быть. Я буду решать. Но не вы будете. Я буду решать. А если вы меня скушали, ну, я понимаю, что я там буду говорить. То есть, конкуренция ведет к монополии. Характеристикой современного капитализма является монополия. Монополия – это определенность современного капитализма. Это его отрицание. Это отрицание и дает ему определенность. Какой капитализм-то? Монополистический. А как он называется? И вот у Гегеля сразу сокращенное название получается. Какое? Империализм. Монополистический капитализм – это империализм. А у Гегеля как? Вот он берет определенное наличное бытие. А сейчас вот молодежка говорит, да, короче. Не может ли короче? Вот даже при изучении наук, давайте короче, пожалуйста, на лично сущее. Смотрите, какое утверждение. В языке на такой поворот. На лично сущее. Сущее это значит бытие. И отвечает на вопрос, что и какое. Это что? На лично сущее. Это какое? На лично сущее. Вот это единство определенности и на личном бытие здесь и есть. Вот что тут в этом слове. И как это в языке? Уже не категорию беру, а просто пример. Привезли раненых. Можно спросить, кого? А можно спросить, каких? Единство вот определенности. И вот это даже и существительное оно. Оно же и прилагательное. Вот это вот определенное на лично. А приходит молодежь и говорит, а я короче. Можно. Гейг говорит, можно и короче. И это называется вот определенное на личное бытие. На личное сущее или нечто. Нечто слово. Вот нетрудно же. Нетрудно, правда? Нечто. Это вот положительное слово или отрицательное? Как вы считаете? А он нейтральное. Как же нейтральное? А впереди? Видите, не. Нахально стоит впереди. И как же? А вы не слышали такие высказывания? Человек вот находится в музее. Говорит, ну это нечто. Как же нейтральное-то? Как и нейтральное. Нечто. Это определенное на личное бытие. Это положительное. Это на личное бытие определенное. Это положительное нечто. А впереди нахально стоит не. Если бы она стояла рядом, не пропуск и что? Это было бы отрицательное. А нечто упаковано. Ну а как они могут ужиться? Вот подумайте сами. Если они... Ну хорошо, допустим, могут ли они ужиться в логике, если они не могут ужиться в жизни? Не и что? В жизни отрицания и утверждения они ужиться не могут. Это борьба. Значит, в этой борьбе будет продолжаться и здесь. Но уже на уровне диалектической логики. В нечто. Вот это не себя проявит. И вот начинает она себя проявлять. Дальше я вот думаю, сейчас я буду уже двигаться к концу сегодняшнего нашего занятия. Потому что, так сказать, ну вот это такие непростые вещи. Их нужно переварить. Вот это самое нечто. Оно есть? Вот это вы сейчас запросто будете отвечать. Есть. Значит, бытие. Какое? Наличное. А раз наличное бытие, в нем есть становление. Оно же результат снятия становления. А раз оно есть становление, значит, в нем есть что? И бытие, и нечто. Значит, надо взять и нечто, как положительное, и нечто, как отрицательное. А нечто, как отрицательное, знаете, как называется? Нет. Другое. Или иное. Любой на выбор. Или так, или так. Все равно. С точки зрения, так сказать, логики, все равно. Хочешь иное. Значит, и того есть нечто иное. И надо бы теперь это нечто, чтобы оно было положено. То есть, оно развилось в такое нечто, моментами которого сами были бы два нечто. И такое становление, моментами которого были бы два нечто. Положительное и отрицательное. А пока их просто два. И вот вы рассмотрели уже нечто. Давайте рассмотрим иное. И вот я начинаю логически рассматривать иное. Сейчас мы подступаем к самому интересному, можно сказать, квинтэссенции. Иное. Вы рассматривали по отношению к нечто. Но все равно, что брать за нечто, что брать за иное. Правильно? А если иное брать за нечто, то вот это наше нечто будет иное. А если нечто брать за нечто, то вот это иное. То есть, мы рассмотрели нечто по отношению к самому себе, нечто по отношению к иному, иное по отношению к нечто, и чего-то недорассмотрели. Знаете, что мы недорассмотрели? Что? Иное по отношению к самому себе. Так. А иное по отношению к самому себе, это иное самого себя. Логично? Очень глубоко. Глубоко. Сразу не ухватить. Еще раз. Иное по отношению к самому себе. То есть вы не куда-то должны пойти, а иное в отношении к самому себе стало иным. А что, такого не бывает, что ли? Все время. А вы все время иной. И я все время иной. И все все время. И все все время иное. Это только кажется на первый взгляд, потому что мы привыкли к формально-логическому затвердеванию, окостенению этих понятий. А на самом деле все время все двигается. Человек не выключил, он все равно. Вот оно, вот иное. Очень сильный сигнал. Очень сильный. Сейчас мы все равно его выключим. Отключить питание. Окей. Потому что американское. Телефон. Иное по отношению к самому себе это иное самого себя. А то есть иное иного. Ну а как еще? Ну чисто логически. Вот здесь пример того, что диалектическая логика, она не оставляет эту формальную логику в сторону. Все, займемся диалектической логикой и будем всякую лабуду. Нет. Нет. Извините. Вы строго рассуждаете. Просто вы, если вы исходите из чего-то противоречивого, вы снова придете к противоречию. Это да. Но и рассуждать даже строго и логически. Иное по отношению к самому себе это иное иного. Что тут непонятного? Ну согласитесь. Пока непонятно. Ну согласиться должны. Надо внимательно изучить. Ну хорошо. Иное меня это... Я могу согласиться. Просто в голове не улеглось еще. Это вещь специфическая. Ну и соглашайтесь. Как в песне у... Нет, лучше вы не могу не согласиться, скажите. Как в песне у гражданина Высоцкого. Все мозги разбил на части. Все извилины заплел. Еще один момент. Следующий поворот. Так вот иное и иного, оно что получается? А что такое иное иного? Я уже потерялся. А вот пишем. Я вот у студентов, когда объясняю, так и пишем. Напишите. Иное и новое есть. Иное. Вот. А вы говорите. Вот. Вот кто диалектик. Вот она диалектик. Иное и иное. И вот люди, которые не привыкли к этому, они до этого дойдут и скажут, ну все, я бросаю все, воду выливаю, книжку сворачиваю. Идите вы отсюда со своей диалектикой. Больше этим заниматься не буду. Но это люди, которые как бы не обдумали, что получилось. А на самом деле получилась конфетка. Как говорит Жириновский. Конфетка. Иное и иное есть иное. Давайте это вот выражение я вам прочитаю два раза и по-разному. Голосом. Дмитрий Юрьевич, иное иное есть иное же. Ну раз было иное, осталось иное. Согласитесь. Да. То же самое, равное самому себе. Дмитрий Юрьевич, иное иное есть иное. Неравное самому себе. То есть в этом высказывании содержится два противоположных утверждения. В одном. Вот это очень диалектическое высказывание. Иное иное есть иное. И что здесь, собственно говоря, содержится? И в чём достижение? А достижение в том, что всё есть. Всё, что есть, любое нечто, оно единство, равенство с собой. Иное иное есть иное. Ж. И неравенство с собой, и всё время, и всегда. И несмотря на то, что всё, что есть, всё определённое, что есть, всё и равно самому себе, и не равно самому себе, оно есть и равенство с собой, и неравенство с собой. Люди доходят до этого и удивляются. И даже вы удивились. А что тут удивляться? Это вот надо к этому. Вот это вот диалектическое восприятие мира. Нельзя воспринимать его как таким вот неподвижным, который не переходит в иное. Оно всё время переходит в иное. Вот если я обучаюсь, я не перехожу в иное. Или если я даже обучаю, я же тоже перехожу в иное. Если я не могу людям рассказать и объяснить, значит я плохой преподаватель. Что ты людям объясняешь уже, как у нас говорят, студенты попались очень плохие. Я им раз объяснил, ничего не понимаю. Второй не понимает. Третий не понимает. Четвёртый не понимает. На пятый раз я уже понял. Они всё равно не понимают. Ну и студенты попались. То есть что получается? Это сложное, в том смысле, что оно сложное из простых, но оно непривычно для нашего восприятия и своей простоты. Нам дайте сразу что-то конкретное. Там революцию, социализм, коммунизм, государство. Это считается понятным. А когда такая простая вещь, что каждое нечто, оно и равно, и не равно самому себе, и никуда от этого не денешься, одновременно, не когда-то потом. Вот я с водителем разговаривал, который едем мы на машине. А он говорит, а вы чем занимаетесь? Я говорю, это философия, диалектика. А что такое? Ну, говорю, вот вы едете, вы эту точку проезжаете или не проезжаете? Он так задумался. Ну, если вы в этой точке находитесь сейчас, в которой мы проехали, находились в ней? Он говорит, нет, не находились. А что вы так? А даже если вы перелетали, всё равно были в этой точке. Ну, находился. Но если вы не только находились, так умеете так резко тормозить, что ли? Что вы раз, и в этой точке остались. Так вы её разве не проезжали? То есть, вы не находились в ней? То есть, ваше всё движение механическое, как водителя, состоит в том, что вы находитесь и не находитесь в этой точке. Мучились греки, пытались это вот, так сказать, как-то вот совместить в голове. Что ж получается? Антиномия. Одно и второе. Они противоположны. То есть, а как оно, как решил это Гегель? И находимся, и не находимся одновременно. Если я двигаюсь, то я нахожусь и не нахожусь в этой точке. Это противоречие механического движения. И вообще, всё находится, всё, что есть, с точки зрения диалектики. А диалектика отражает живую жизнь. В отличие от мёртвых, так сказать, схем, которые, так сказать, тоже хороши, и они свою роль играют. И никто не собирается это самое формально выбирать. Мы тут с вами рассуждали сугубо формально-логически. И пришли к тому, что есть иное, иного, есть иное. И тогда есть иное равенство, равно самому себе, иное не равно самому себе. И остаётся только нам констатировать, что вот это равенство иного с собой, это один момент, не часть. Вот нельзя у вас взять, выкрутить какой-то, сказать, эту часть, вот это, вот это постоянное у вас. А вот это всё в движении. Ну, всё в движении. Нету никакого. Поэтому вот это рассуждение про части. Энгельс так характеризовал, части лишь у трупа. Вот есть студенты в медицинском институте, в университете. Есть патолого-анатомический театр, и они там режут трупы. Это хорошо или плохо? Для обучения прекрасно. Не только для обучения, для нас хорошо. Вот я, например, пойду на операцию. И человек мне скажет, Михаил Ильич, вам кого дать, хирурга, который на 20 трупах уже тренировался, или того, который вас первый раз разрежет, и скажет, где тут у него... Потренируется. Где у него, это сельёнка. А потом, ой, нет, это нет, надо в другом месте разрезать. Вот здесь, и потом вот здесь. И будет советоваться. Так, то есть, это хорошо. И кости надо тоже знать. Я, например, не знаю всех костей, их там видимо-невидимо. Ну, так это очень важно, это очень нужно. Но это не есть в движении. Части лишь у трупа. А если вы берёте живого человека, он всё время находится... И он и равен самому себе, и неравен самому себе. И вот, несмотря на всю сложность этого изучения, и я вот всё тоже озадаченный, как это объяснить, всю эту сложность, что одновременно и равен, и неравен. И вот это равенство с собой называется в себе бытие, а не равенство с собой, момент неравенства с собой. Момент – это два противоположных движения в одном движении. Вот оно и сохраняется, и оно же изменяется в то же время. Вот эти два, вот такое нечто, которое так представлено, называется изменяющееся нечто. А вы как понимали изменяющееся нечто? А вы так и понимали? И никак вы по-другому... Вот кто захочет попытаться по-другому изобразить, ничего другого не изобразить. Раз оно изменяется, то оно следовательно... Если оно только равно самому себе, оно не изменяется. Таких нету. А если оно только изменяется и не равно самому себе, то это не оно. Вот если вы другой человек, я спрашиваю, вот вы послушали мою лекцию и стали другим человеком? Стали, давайте паспорт, все, другой человек, это не вы, это мы отдадим деканат, а это вот, пожалуйста, идите там, получайте это. Раз вы другой человек, скажите, вот, Николай, спасибо вам, я стал другим человеком. А, другим? Все, давай сюда. Так вы стали другим, оставаясь тем же самым? Или нет? Так вот оно и есть. Почему это моменты? Потому что это два противоположных движения в одном движении. Они две части, они два куска. И вот эта грубятина, куски, части, элементы, структуры, вот пытались диалектику в науке философской заменить всякие проходимцы этой так называемой с теорией системы, где, сказать, все есть система, согласны? Согласны. А система – это, значит, элементы и структура. И это как, вот, представьте себе, кристаллы изображаются, значит, там есть элементы между ними, там связи, и все. А что тут нет? А тут нет противоречий, они их исключили в этой картине. То есть, есть среда, есть внутренние связи, есть внешние связи. Внешняя среда, внутренняя среда. И диалектика умерщвлена. И вот это было в страшной моде. Я даже специально со своими коллегами, с профессором Елемеевым, заслуженным делом науки, против этого выступали мы. И вроде бы после этого поутихло это немножко. А то это просто, каждый какой-нибудь кандидат пишет, я пользовался теорией системы. Чем ты пользовался? Какая там теория? Если я буду вас брать как систему, так у вас есть руки и ноги, голова, печенка, телезенка. Я объяснил, кто вы такой? Ну, это глупость же. То есть, это правильно. Это правильность. Но правильность не есть истина. А истина-то, она противоречива, потому что жизнь противоречива. И вот, как называть такое нечто, которое есть единство и равенство с собой, это называется в себе бытие, и неравенство с собой, которое называется бытие для иного. Допустим, вы не запомнили эти категории. В себе бытие и бытие для иного. Ну, и черт с ним. Не в этом дело. Важно же запомнить, что оно равно само себе и неравно. И вот такое нечто, которое есть единство, равенство с собой и неравенство, в себе бытие и бытие для иного, называется как изменяющееся нечто. чего непонятного а вы как понимали изменяющиеся нечто а вы граждане таскать слушающие смотрящие а вы как понимали изменяющие а разве можно его по-другому понимать и вот ответь теперь сами себе да а как вот в этой гегеля сочетали смотрели вы можете по-другому рассказать что такое изменяющиеся нечто я начал изыскать думаю почему такие слова употреблены быть едли новое понятно становится иным как бы потери он только и делается как бы сайт вот люди которые все время живут в россии и все время ругают и дрянь это россия твои показывают фильмах что это ужасная россия из грязи она и вышла из и никогда она из грязи не выйдет она так это грязи и осталось это люди которые всю жизнь мечтают уехать на запад но не уезжать потому что здесь можно легче заработать бабки и вот эти люди они есть быть едли новое это наши люди российские но они российские с одним только стремлением уйти отсюда но и у не уходит по той простой причине нахапать нужно деньги а деньги они тем хороши что их никогда не бывает много поэтому и они все некогда им туда и те кто туда уезжает они начинают проситься сюда говорят владимир владимирович пустите нас сюда обратно мы готовы мы признаемся свои там то что вы нас обвиняете только дайте нам здесь вот хозяйствуйте они все рвутся в россию потому что там они будут никто и денег столько они не получат а здесь они вот можем сейчас обманывая людей получить большой капитал поэтому вот это бытие для иного не он есть он здесь вот здесь он российский но он или вот капитала это компрадорский капитал он строит свою прибыль на уничтожение отечественного производства чем больше он уничтожит тем больше денег получит вот это компрадорский отечественный капитал пытается значит как то так значит создать как свое производство это же на нем получить прибыль а те получают больше на разрушении тогда он бросает идет в компрадоры запросто они переливаются они в единстве потому что нету такого и у каждого отечественного есть искать замысел если кто-то там даст им возможность получить больше и разрушить что-нибудь вот хорошо разрушили же крупнейший завод по производству грузовых автомобилей не мазка его а и только его сколько угару даже не хочется и называть все знают эти примеры но вот я думал то есть эти категории понятно хорошее название быть или иного хотя вот кегель их старался сделать потому что их раньше философии не было там нет такое но и было бытие длина вот гегель хорошо в себе бытие но вроде как то что-то странное да а вот когда если вас прошло 3 вы сейчас в себе или не в себе себе в себе это что значит вы равны саму себе а для частного скричать буду это я в себе или не в себе ну если словами манипулировать то не в себе был внизу это от вы были себя почему это и манипулировать если правильно говорить то я был я еще не не равен нет я был не равен самому себе вот я начинает на кричать на тех я это объяснял объяснял потому что вы все не понимаете это что такое и жил из себя секретарша говорит сейчас вы к ней пришли говорит вот бумажку уже протянули подождите я сейчас приду в себя достает здесь она то стоит так что ты была ну где ты была что ты сейчас придешь себя от ты где была до этого она была не в семье сейчас она в себе вот пришла себе а мне сейчас не по себе это что значит ну не как всегда я чувствую себя плохо не хорошо мне а что это не посебе то есть это слово вот мы его просто не изучаем, но это хорошее русское слово, широко употребляющееся, в себе бытие, в себе, не по себе, само по себе, по себе, так что тоже вроде бы каких-то претензий, я пытался тоже поковырять, нельзя ли сказать, ну что это такое придумали, какое-то искусственное слово, ну и перевод хороший, нормальный перевод, в себе бытие бытие для иного, вот это изменяющееся нечто, и вот когда мы это все уже изобразили, сказали, ну слава богу, все закончили, последний переход, последний переход такой, а вы не забыли, что у нас определенное наличное бытие, Митрий Юрьевич, а вот я сейчас только про бытие говорил, заметили? А вы уже как бы думали, что все, нет, а у нас определенное наличное, и что тогда, а вот оно же, определенность с наличным бытием уже в единстве, поэтому все, что мы наговорили про по сие, относятся и к определенности, логично? Логично. Логично. Тогда надо взять определенность, как равный самому себе, в себе бытие, и взять ее как бы сей для иного, но вот когда вы берете определенность, то вы ее берете и равную саму себе, и как бы сей для иного, они что, не в единстве, что ли, находятся? Единство. Так они противоположности. Единство и борьба противоположности. А раз единство и борьба, значит, надо взять это в себе бытие как борющиеся с бытием для иного. Я вот остаюсь я только потому, что я борюсь все время с бытием для иного. Не знаю, как вы, я думаю, тоже. Аналогично, да. А если я не могу бороться с бытием для иного, и я становлюсь каким-то идиотом, то тогда, извините, так сказать, вы это не можете утвердить свое в себе бытие. Так вот, такое в себе бытие, которое противостоит, будучи связанным с бытием для иного, неразрывно, это же одно бытие. Одно. Они не распилены. Это все один и тот же человек или один и тот же предмет. Значит, это вот в себе бытие, которое отрицает бытие для иного активно, называется в нем бытие. Еще одна категория, третья. И дальше, Гегер говорит, для тех, кто любит короче, или просто в. Во. Финиш. В. А как вы понимали, в. Ну, это в чем-то. В. В нем. Вас. Внутри. Вас. Что? Ну, в это, значит, не снаружи. То есть, вы. И вот тогда, вот тогда появляется вот здесь, в этом месте, когда вот мы дошли до этого, до трех моментов, язык на самом деле все равно два, просто в себе бытие уже берется, как в нем бытие, то есть как отрицающее это бытие для иного, получается вот определенность, которая есть в себе, в простом нечто, и сущностно находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нем бытием, называется определением. То есть, это очень важный конец, у нас очень интересное определение. И я только это переведу на более понятный язык, это все строго и правильно сформулировано в науке и логике. Ну, что такое определенность? Мы с вами знаем. Так, как определение определенности? Это качество, которое есть в себе, в простом нечто, и сущностно находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нем бытием. Качество. Во-первых, качество. Вот человек, если порядочный, вот порядочность есть его качество. Но эта порядочность, она связана с всякими, с борьбой этого человека, с своими собственными недостатками и соблазнами, о которых нас даже религия предупреждает. Но мы и без религии знаем, что есть всякие соблазны сделать не так, а вот так. Так? И в современном обществе их очень много. Так вот, оно в единстве, качество, которое есть в себе, то есть оно равно самому себе, не пропадает. Сегодня есть, сегодня я порядочный, завтра буду порядочный, а сегодня непорядочный. Так оно у вас сохраняется или не сохраняется? То есть надо, если я хочу брать определение чего-то, должно быть такое качество, которое сохраняется в изменениях, сохраняется. Если оно не сохраняется, это не определение ваше. Раз. Во-вторых, оно сохраняется в борьбе с иным, то есть которое в единстве с в нем бытием. И оно активно этому иному противостоит, с одной стороны. А с другой стороны, оно выходит вовне и себя утверждает вовне, в ином. Поэтому, если вы порядочный человек, и никаких поступков у вас в сторону утверждения этой порядочности нет, то название у вас хорошее, а вот амбиция не соответствует амуниции. И наоборот, если у вас есть вот этот самый выход вовне, то через это вне можно проникнуть в определение, его изменить. Бывает, люди перерождаются. Был порядочный, а потом стал подлец. И сколько было вот в этот период, когда мы переходили, вдруг такие люди, которые были первыми секретарями или генеральными, как там Горбачев или Ельцин, и вообще, можно сказать, с партийным молоком воспитывались все время на партийных коленках, вот они вдруг стали антикоммунистами. Вдруг в одночасье Ельцин бросил билет. Это как попростри, кто их уважает? Никто их не уважает, поэтому не может быть никакого уважения. Сколько вы Ельцин-центров не настроите, все равно никто уважать его не будет того человека, который предал ту партию, в которую он вырастил и довела его до таких высот. Он эту высоту использовал для того, чтобы всю эту партию и страну уничтожать. И пригласить сюда иностранцев, чтобы они здесь у нас в каждом министерстве сидели. Ну вот, собственно, вот это вот определение, и мы на этом можем сделать запятую. Чтобы люди почитали до этого места. Я думал, что в прошлые разы было забористо. В этот раз гораздо-гораздее. Надо подумать, чтобы, так сказать, осело в голове. Надо подумать, да. Вот я думаю, надо сделать какой-то такой паузу, чтобы пусть люди почитали, подумали. Некоторый ряд товарищей изъявил желание задавать уже вопросы, дабы получить от вас ответы. Соответственно, все, кто хочет Михаилу Васильевичу задать вопрос, пишем под роликом. Вопросы соберем, Михаил Васильевич. Да, и будем отвечать. Надеюсь, ответит. Спасибо. Если смогу, конечно. Может, задать такие вопросы, что на них и не ответишь. У нас народ-то серьезный, толковый. Спасибо, Михаил Васильевич. Спасибо. А, на сегодня все. Сейчас надо радоваться, если слушают такие вещи. Да. У нас контингент подготовлен. На сегодня все. До новых встреч. Продолжение следует.